Давай считай с лошадей и микрофоны. Давай еще раз. А, 12 лошадей, 15 микрофонов. А вот я сейчас пересчитаю за тобой, потому что я тебе не верю. Так, уже начинается. Давай, давай. А ты пока расскажи, что за лошади и микрофоны, а то не все понимают. Да, ребят, мы в прошлом подкасте засомневались, любите ли вы наши песни, и решили провести с нашими дорогими слушателями замечательный интерактив. Попросили в комментариях написать эмоджи с лошадью тем, кто наши песни не любит, эмоджи с микрофоном тем, кто, наоборот, хочет их слушать из выпуска в выпуск. 12, 13, 14, 14, 15. Ну, 15 микрофонов. 15 микрофонов и 12. Ну да, в любом случае больше. Да, да, да. Так что, ребята, вы сами сделали свой выбор. Еще, знаешь, что мне хотелось бы сделать? Мне хотелось бы порефлексировать на комментарии и ответить людям. Не то, что прям ответить, да, не предъявить, а просто, ну, сказать, так сказать, свое мнение, высказать концепт нашего подкаста людям, которые говорят, типа, ребята, у вас много воды. Ребята, в этом и пишут. Подожди, 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 подожди. Ты серьезно хочешь стать на эту тропу бесполезной войны с теми, кто комитет? Нет, я не хочу воевать. Я просто хочу пояснить. Давай. Хочу пояснить. Ребята, в этом прикол подкаста, да. Мы не новостная передача, не Жанна Агалакова, простите за аналогию, которая вот новости читает. Господи, Витя, тебе же не 88 лет. Ты единственный человек из новостей. Еще помню Александра Аверкова. Но это больше для белорусов. Аверин вообще-то. Аверков, Аверков. Ладно. Это с моей памятью не спорь. Короче, у нас рассуждение. Мы с Лешей как бы обсуждаем новости, от этого получаем кайф и надеемся, что часть кайфа получаете и вы. Вот в этом прикол подкаста. Поэтому вода у нас будет. Убирать мы ее не можем. Да. А еще мы записываемся в онлайне в четверг либо в пятницу, для тех, кто вдруг забыл. Обычно после обеда. Конкретного времени нет, поэтому надо следить за чатом. И наш чат легко находится. Эй, подкаст. Я что про чат вспомнил? Потому что там отличное объяснение дали, почему у нас вода есть. Да, и много, кстати. Да. Потому что рубрика «Большая рыба», с которой мы начинаем без воды, не выживет, это же рыба. Вы вообще понимаете, должны понимать. В целом, в целом, подкасты... Что-то украдено у Александра из чата. Да, спасибо, Саша. Это всегда про вайбы ведущих. Если вы хотите слушать подкасты без воды, то вы не будете слушать подкасты, потому что нет, блин, подкастов без воды. Это смысл подкастов, чтобы накидать воды, из которой можно либо вычленить что-то. Вообще, если вы приходите в подкасты, чтобы информацию найти, то вам не в подкасты. Информация вот такая в высушенном виде подается в новостях. Вам надо читать либо слушать новости. Подкаст – формат, изобретенный для того, чтобы его слушать непринужденно в непринужденной обстановке. Например, если вы бегаете в зале, например, там, и вам нечего делать, музыка вам надоела. Если вы едете за рулем куда-нибудь. И, честно говоря, я не представляю людей, которые такие, так, сегодня суббота, мне надо прослушать пять подкастов. И садятся и слушают подкасты. Ну, нет. Ну, если вы из таких, то вы молодец. Но в целом формат потребления подкастов – это фоновое что-то, из которого можно что-то почерпнуть. Мы просто ваши друганы, которые вот как бы вместе с вами в наушниках общаемся и обсуждаем всякие прикольные и иные темки. Все так, все так. Поэтому вообще, ну, типа, много воды, плавайте, получайте наслаждение, е-мое. Да, или просто читайте новости. Или просто читайте новости, благо их тоже немало. И, кстати, почти все новости, которые мы обозреваем, можно у нас в чатике вылавливать. Да, и вообще, ребят, лайфхак. Если вам по какой-то причине не хочется слушать подкасты, вы можете просто сразу переходить в описание. Там миллион ссылок на все, о чем мы говорим. Да, и просто пройдитесь по ссылкам тогда. Прикинь, есть извращенцы. В хорошем смысле слова извращенцы, которые слушают подкасты, там, на X4, на X5, чтобы быстрее это сделать. Я только думаю, а-а-а, зачем вы это делаете? Короче, короче. Это прям, слушай, это на самом деле скилл, завидное уважение на X5 понять, о чем там вообще говорят. Ты когда-нибудь слушал подкасты или видосы на X сколько-то? Я вообще никогда не увеличиваю скорость видосов. Я тоже. Я не знаю, зачем это. Ну, типа, для чего? Чтобы быстрее информацию получить, так можно просто пойти почитать ее, быстро саморизировать. Я им и забить вообще. Зачем? У меня есть знакомый, который смотрит фильмы на X2. О, боже мой. Представляешь? Вот реально настоящие фильмы. Мне страшно, когда я осознаю, что я живу в мире с такими людьми. Вы зачем это делаете? Вам подкасты и фильмы делают так, как их делают. Вам показывают... Понимаете, человек, который производит подкаст, либо фильм, либо любой медиаконтент, он видит его так, как снимает. Он не видит его, блин, в X5, либо в X6. Если вы хотите на одной волне быть с тем контентом, который вы смотрите, вам надо его смотреть таким, как вам его дают. Так что, если вы наш подкаст слушаете на X2, и вам что-то не нравится, то идите вы лесом, потому что мы не делали этот подкаст, чтобы его слушали на X2. Нет, но лесом не идите все-таки. Не-не-не-не, серьезно, если ты такой пришел, потребляешь контент, на который, извините, времени на тратится, который делается на большой аудитории, еще приходишь в комментарии, потом скажешь, тебе что-то не нравится? Да, спасибо большое, Леша, за то, что это будет наш самый непрослушный выпуск. Витя, ты сам, ты сам, ты сам на эти грабли наступил. Я считаю, что не нравится, собрали манадки и пошли слушать другое. В комментариях писали, что мы с тобой в привилегированной позиции, потому что вот мы делаем единственный такой подкаст на русском языке, который обозревает новости AI, и поэтому бедняжки, которым приходится слушать воды, не имеют выбора. Это, кстати, очень плохо, что мы такие единственные на самом деле, потому что конкуренции... Это насколько надо быть, насколько надо быть, видеть, вот настолько, насколько надо быть самоуверенным, влюбленным, чтобы приходить и говорить, что мне не нравится, как вы делаете, и вы меня заставляете себя слушать, потому что нет выбора. Ты будь нормальным человеком, пойди, сделай что-то, что будет нравиться и тебе, и твоим друзьям. Всем привет, дорогие радиослушатели. Это AI подкаст. Если идет конструктив, это приятно. Если идет там благодарственное что-то, это тоже, конечно, приятно. Ты видишь, что тебе импакт идет. Если идет какой-то негатив конструктивный, его можно обработать, и можно что-то оттуда взять. Но если вы думаете, что мы за два года не пришли к тому формату оптимальному, которому мы... И мы можем его оптимизировать, то вы ошибаетесь. Мы много чего делаем для того, чтобы его оптимизировать, и мы работаем в тех рамках, которые нам позволяют. Мы не можем все мнения впитать в себя. Поэтому конструктивная критика это хорошо, но эта критика, скорее всего, будет отметена, потому что у нас просто нет времени, ресурсов, либо где-то мы расходимся взглядами, и, конечно, мы про это писать не будем. Алексей Картерян закончил свой спич. Это же наше детище, то, что мы с тобой делаем, это подкаст. Поэтому... Все так, все так. Вот. Как-то так. Ну, ты сам захотел это послушать. Ты сам захотел. Нет, я рад, что ты высказался. Спасибо тебе за то, что у нас упадет количество подписчиков на пару тысяч после этого выпуска. Брода вообще известный. Я даже не хочу говорить, кто о сами додумаете. Видите, ты можешь не присоединяться, но у меня какое-то такое отношение к хейтерам. Я поэтому эти комментарии не читаю, потому что на них у меня только негативные эмоции, поэтому я вот... Я люблю читать конструктив, и на весь конструктив, кстати, я стараюсь нам в чате отвечать и в комментариях. И благо, у нас много конструктива. У тебя в последнее время, конечно, водолазов много к нам пришло в комментарии. О, водолазы. Вот так я их тебе буду называть. Окей, хорошо. Ты можешь называть их как хочешь, конечно. Зачем сказать водолазов? Давай тогда я поясню со своей стороны и читаю все комментарии. Я, наверное, не так отношусь к негативным комментариям, как ты. Вот. Я стараюсь из них тоже что-то полезное попытаться почерпнуть. Витя, это ку**ская позиция. Невозможно из комментариев, смысл которых был просто принести хейт, а почерпнуть что-то полезное, кроме того, что м**ки эти люди, которые пишут. У нас что, есть такие комментарии, которые только ради хейта пишутся. По-моему, нет таких. Да? Ну, мне кажется, что да. По-моему, есть. По-моему, я, ну, типа, должны быть. Просто еще часто люди, кстати говоря, я замечал, они пишут комментарии, не видя в нем токсичности. В силу того, что они привыкли жить в какой-то более токсичной среде, например. Ну, либо просто они общаются по-другому. В силу того, что они, может, не считывают эмоциональную составляющую. В силу того, что они пытаются сарказничать, либо какие-то смыслы между строк вкладывать. Просто в силу того, что они росли в другой культуре писания. И, например, я там обычно, я человек прямой, я что читаю, то и вижу. И обычно, что пишу, то и думаю. Что говорю, то и у меня там никогда нет каких-то сарказмов, обычно каких-то мыслей. Вот что написано, то я и вижу. И поэтому я прям часто в комментариях забываю, что люди растут в разных окружениях, имеют разные вещи. Я что прочитал, то и услышал. И поэтому в многих комментариях, естественно, я вижу просто какой-то хейт на ровном месте. Когда мне пишут, что у вас в подкасте много воды, то я вижу, что человек просто пришел и жалуется без конструктива. Меня это, естественно, выбешивает. Хотя человек может быть наш постоянный слушатель, и может он просто решил, знаешь, поддержать таким образом подкаст, думая, что вот он напишет комментарий, и мы, наоборот, в алгоритмах продвинемся. И вот он решил такой комментарий написать. Так пускай пишет хоть какое тебе не кажется. Но я не склонен каждому человеку искать оправдание. Что увидел, то и увидел. Все. Я тебя понял. Извини. Да давай. А ты у нас, получается, всех пытаешься оправдывать? Да не пытаюсь всех оправдывать. Леша, я просто к тому, что, ну, написал вот человек, что у вас много воды. Ну окей, мы это приняли к сведению. Меньше воды у нас не станет, конечно, от этого, но тем не менее. Да, этот получасовой разгон прямое тому доказательство. Да, кстати. Не, на самом деле, если, ну, наверняка есть люди, которые слушают, которые, возможно, хотели бы написать свой комментарий, возможно, даже какой-то некомплиментарный после моего спича они никогда в жизни его не напишут. И у меня для вас есть замечательный совет, вот без приколов, без шуток, на которые почему-то мало кто обращает внимание. Если вы нас смотрите либо слушаете на Ютубе, то вам вообще повезло. Если на подкаст-платформах, то меньше. Но тем не менее, мы оставляем тайм-коды. У нас есть тайм-коды, пусть они не самые подробные, но тайм-код на начало новостей присутствует всегда. Вот вы, если не хотите там слушать песни, разгон длинный, вы сразу идете на первый тайм-код под названием «Большая рыба» и сразу погружаетесь в новости. Все. И не мучаете ни себя, ни окружающих. Плюс, часто ребята спрашивают, точнее, в последнее время часто говорят, что у нас тайм-коды не слишком точные, в смысле, мало. Непонятно. Хотелось бы поточнее, хотелось бы побольше. К сожалению, у нас нет ресурсов на то, чтобы точные тайм-коды оставлять. Но ссылки в описании идут в хронологическом порядке, потому что вот у нас есть сценарий, мы по сценарию идем снизу вверх, и ссылки потом точно так же забрасываются в описание. Поэтому, если вы хотите прикинуть, где какая тема обсуждается, вы просто пойдите в ссылках, посмотрите, что за чем идет, потом посмотрите, на каком моменте вы сейчас остановились и прикиньте, где ваша тема будет. Все. То есть очень просто. Надо просто зайти в описание и прикинуть, от какого тайм-кода сколько вам отсчитать следующая тема. Вот про это люди почему-то забывают, и иногда там написывают, что, мол, вот, как нам там эту воду скипануть, а что нам песни не слушать, просто переходите по тайм-коду. Ну, а истинные поклонники, конечно же, будут с нами от начала до конца. А тех, кто находится в трансляции нашего замечательного телеграм-чата, у них просто нету выбора присоединиться к чату. Кстати, можно по ссылочке в описании, мы там обсуждаем о ней новости, всякие разные холиварные темы и прочее, прочее, прочее классные. У нас уже тысяча, почти 300 подписчиков. Мы можем стать 1301-м. А я пишу, что... Аем, я тебе, кстати, запомнил, ты такой у нас любишь побугуртить, он говорит, горит от нашей воды, а не горит вода, понял, у нас не горит вода. Вода бывает разная. В смысле, горящая вода, это что это? Некоторая вода горит. Это какая-то вода горит. Ты же из деревни должен знать, что некоторая вода горит. Это не вода. Алло. А спирт. И спирт тоже не вода. Ну, он жидкий, прозрачный. А, 2О. О, Ц2, А, 5О. Девиз не наш. О, хорош, хорош. Короче, вот такая рекомендация. Ну, а про чат, как бы, вот если вы хотите больше такой воды слушать, даже не, я не могу это назвать водой, это выражение отношения к жизни. То вам прям надо приходить в чат, прям вылавливать онлайн, потому что у нас обычно такие разгоны, пока мы настраиваемся, по 10, 15, то и по полчаса бывают, которые не входят в записи. Да, если вам не хватает водички, то приходите, мы вам отольем. Давай к разгону, Витя. Да, у нас сейчас по плану 5 минут на разгон, ребят. Ребят, кстати, насчет разгона, да, мы с Лешей, мы с Лешей, едем в Амстердам. И не просто так. Да ты решил все-таки с разгона начать. а что, он есть сценарий, я по сценарию иду. Ну, давай. Та тема просто должна была закончиться еще 20 минут назад, если что, но... Ну, да, ровненько. Короче, мы с Лехой едем в Амстердам на конференцию под названием World AI Summit. Е-е-е-е. Да, едем туда, как пресса. У нас прям будут бэджики с надписью медиа. Давай так, ты так сказал, будто бы мы едем туда, как пресса, такие крутые. Мы едем туда, как пресса, потому что билет туда стоит, как билет на Марс. Да, примерно. Барка саря баксов. А как пресса бесплатно. А как пресса бесплатно, естественно. Но мы написали, что мы очень крутой подкаст, и нам нужны, короче, медиапроходки, и нам их сделали. Вот. Казалось бы, я просто хвастаюсь, но, возможно, кстати, так и есть, потому что, на самом деле, я сегодня только понял, что называется World AI Summit, на котором нету антропика, Open AI. Кстати, да? Да. Там просто 300 человек спикеров, и нет никого. Ни стейбл диффьюжн, ни перплексити. Либо мы пропустили. Ни хаджин фейс. Точно никого нет? Хаджин фейс, по-моему, был? По-моему, нет. Какой-то там номинальный чел. Короче, ну, может, хорошо, что мы не покупали билеты за свои деньги, потому что тогда все его совсем... Если что, нам не занесли. Нам не занесли, чтобы мы вам сейчас рассказали, мы просто хотим... Что ты хочешь? К чему ты подводишь вообще? Я подвожу к тому, что мы потом в следующем выпуске расскажем вам, как там было на этом саммите. Я думал, ты такой, типа, давайте сходку, но я не готов к сходкам. Ну, если у нас есть слушатели из Амстердама, которые прям очень сильно хотят с нами увидеться, то что-то напишите в чат, там, может, что и придумаем. Ну, кстати, да, может, что и придумаем, да. Будем мы там с... Какого получается? С 8 по 11? С 8 по 11, да. Прямо в Амстердаме. Такие дела. Что, может, подкаст запишем? Ну, давай, давай начинать. Давай начинать подкаст. Всем привет, дорогие друзья. Это Ая подкаст. Нет, вот ты угадал, у нас сегодня 16 микрофонов, 15 и 11 лошадей, поэтому ты поешь. Да, 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 я пою. В общем, у нас сегодня не будет фонограммы. Я думаю, что никогда уже не будет, да? Ну, посмотрим. Никогда не говори никогда. Потому что мы задолбались от того, что нам монетизацию YouTube подключает. Слишком хорошо мы поем под фонограмму, а без фонограммы похуже немножко. Мне почему-то кажется, что был то ли опрос, то ли ребята в чате писали, что с фонограммой как-то без души это все стало. Нет, это ты придумал, чтобы монетизация вернулась. Это я придумал? Да, никакого опроса у нас там не было. Ну, опроса не было. Кто-то точно писал, что как-то все без души стало, а вот... Кто-то предложил, что давайте... Кринжатенько-то. Да. Кринжатенько-то. Люди сюда за этим и приходят. Короче. А ты еще и на курсы по пению записался. Да, это новость, ребят. Я записался на курсы вокала, но важный момент, я пока только записался. Я еще ни разу не сходил, поэтому будьте готовы. Предлагаю эту фонограмму обучанием делать. Кстати, ты знаешь эту песню? Какую? Бидва, Ля-ля-та-поля. Надо послушать. Ля-ля-та-поля? Ля-ля-та-поля. Бидва, это же знаменитая белорусская группа. Да, бобруйская. Блин, что-то так бобруйского зефира захотелось. О, я на прошлой неделе ел. Да. Привозили мне. Кстати, как ты относишься к зефиру? К зимфири? К зефиру, нет, к зефиру. К зефиру люблю зефир. Бобруйский, да, любишь? Бобруйский. Нет, есть только бобруйский. Я в этом плане зефирный националист. Ой, квартет И? Ну, ясно, я музыку не воспроизведу, поэтому нет, я могу просто раз, два, три, раз, два, три делать вот так. Не, да ладно, не надо, я собьюсь. Короче, песня группы Би-2. Говорите, не надо про Суи Цит, пожалуйста, в подкасте говорить только. Что там еще надо вставить, чтобы точно этот Марк получить? Ковид-19, да. Интересно, ты сам сказал, что ты собьешься, не надо сбиваться, пожалуйста. Это нам еще нужно. Антипрививки. Кстати, ладно, давай так, раз уж мы, ты слышал что-нибудь? Ты слышал что-нибудь про вирус Марбурга? Вирус Марбурга? Да, да-да-да. Нет, что это такое? Мне жена написала, что она меня не отпустит в Амстердам без маски, потому что приехал из Африки какой-то вирус Марбурга, который уже бушует по Германии, и из него, короче, буквально кровь из глаз идет из-за него. А, и он типа, если узнает человека в лицо, тогда человек заболевает, а если ты в маске ходишь, то такой типа, я скрытный. Да-да-да, он там по распознаванию лиц работает. Не, серьезный вирус Марбурга? Марбурга. Марбурга. Это что такое? Это имя африканца? Наверное, имя, да, типичный африканец имени Марбург. Смертельный вирус Марбург. Ёпот. Блин, ведь может нафиг конференцию? Он уже в Европе, понимаешь, в чем прикол? Уже привезли его в Европу. Так что, возможно, мы с тобой скоро будем записываться. Это вид 72 филовирусов. Блин, мы обречены и здесь вписались. Рекламная интеграция. Фил в вирусе интеграцию купил. Пипец. Это, конечно, король разработки. Ну, блин, зачем ты мне это рассказал вот сейчас? Потому что мы не это рассказали, а я один не могу жить с информацией. Мне обязательно надо поделиться с кем-то. Обязательно два тревожных человека должны знать об этом. Да, да, да. Блин, мы ездим на конфу, где будет тысяча людей. Ты видел, сколько ценник? Там хорошо, если 10 человек соберется. Я сильно удивлюсь, если там будет больше сотни. А что ты? Ты слышал последние новости про адронный коллайдер? Да, и у нас, кажется, так или иначе, получился ответ всем людям, которые говорят про воду. Не, про коллайдер там в чате скинули классные новости. Да, что его Росгвардия будет разгонять. По-моему, отлично. Ай, так, все. Песня группы Бидвали «Ля-Ля-Тополя». Автор текста, наверное, кто-то из Бидва, но в нашем случае это переделка от Жени Агантаева из нашего замечательного чата «Я и подкаста». Может, годняк будет. Я, честно, послушал четыре раза песню сегодня. До этого ее не слышал ни разу. Каюсь, признаюсь. Не то, чтобы я оправдываюсь. Если бы я слышал, ничего бы не поменялось, но тем не менее. В общем, поехали. Мне еще отвести? Да, и не надо. Не надо. У меня в голове будет играть музыка, но вы ее не услышите. И я услышу. Раз, два, три, четыре. Кто-то неумный решил, что злобный яй погубит людей. Кто-то другой подхватил, а он не такой, но понеслось. Ютковский нажал на пуск и сбежал в дурдом в санитарной карете. И нынче с утра горят сервера на самой прекрасной планете. Вот же, додумались, бля, вы из корабля, хреначить напал. Кто же ответит теперь? Куда тот корабль с радаров пропал? У нас тут с утра случилась жара. Ликуют и старцы, и дети. Пылают поля, горят тополя. Напал бы то вечное лето. Всем привет-привет! Вы слушаете 44-й выпуск заслуженно кринжово-яйного подкаста про новости из мира Яя. И с вами постоянные певцы этого подкаста. Это замечательный Виктор Ширещенко, новый вокалист группы Би-2. Всем привет, да, читаете новости. Да, и Алексей Картыник, любитель комментариев. В общем, сегодня мы будем вам рассказывать про самые интересные, самые последние новости из Яя. Их было очень много. Я давно не говорил, что у нас было много новостей. Да, кстати, давненько. В этот раз, когда я сценарий составлял, я понял, что их очень много. Так что, Виктор, наш получасовой разгон тебе вылится боком. Будешь ты сегодня сидеть, бедный, до 9 часов вечера. Главное, чтобы меня не прогнали из офиса, а так и готов сидеть с тобой и Лешей все свое время. Ох, ну красота. Тогда-то-да, я не переживаю. В общем, сегодня мы будем много рассказывать вам про OpenAI, потому что OpenAI просто бенгер наделал новостей и шуму. И кажется, будто бы больших рыб будет вообще немало. Какие-то две недели эти были очень релизные. Но перед всем этим, Вить, расскажи, благодаря кому мы делаем подкаст-то. Мы делаем подкаст благодаря сообществу для крутых разработчиков под названием NJX. Хочешь быть крутым разработчиком, иди в NJX. Хочешь быть просто разработчиком, иди в NJX. А куда идти-то? Куда идти? И по ссылке, во-первых, в описании, раз, которая будет вот прям под видео или под аудио. А во-вторых, NJX также предоставляет курсы для тех, для тех, кто хочет прокачаться еще сильнее. И ребята выкатили новый курс под названием NJX Clean Code. Представляешь? Ты знаешь, что такое Clean Code? Это чистый код, да, знаю. Это чистый код, да. Дядюшка Мартин, Боб Мартин. Либо, как мы его называем еще, Роберт Мартин, который написал книжку, да? Дядюшка Боб. Написал книжку про... Блин, я сейчас... Вот я сейчас, конечно, мог лохануться. Это же Боб Мартин написал Clean Code, правильно? По-моему, да. Либо Мартин Фаулер. Вот это мне сейчас, конечно, прилетит. Но эти комментарии будут заслуженные, Леша. Вот это Роберт Мартин. Фух, тьфу. Ну, конечно, Роберт Мартин. Тидиди. Но больше... Мне больше Боб Мартин известен по его супермилым кринжовым видосам про Тидиди и про Clean Code в том числе. Придумал целую философию. И если вы хотите вникнуть в эту философию, то вам нужно прочитать немало книг и посмотреть немало видосов с этим замечательным, седовласым человеком. Но если вы хотите сэкономить время и до сих пор не втыкнули в то, что это такое, то NJX сделал для вас специальный курс, который не стоит много денег, очень быстро погрузит вас в основные аспекты. Там и практики много, кстати. И даже практики в VisitCodingStories это уникальный вообще продукт NJX, где ты в виде истории читаешь код. Более того, там типа ты смотришь прям кук. Это как система контроля версии. Это история построена системой контроля версии. Ты видишь кусок кода, описание, нажимаешь типа Next Step, видишь следующий кусок кода, описание. Зачем он там прибавляет и так далее. Короче, ребята сначала сделали курс стоимостью 20 баксов, но мы с Лешей пришли и сказали, что давайте-ка сделаем лучше 10. Вот. И сделали 10. Теперь он стоит 10 баксов. Почему на сайте он до сих пор, кстати, 20 стоит? Да? Да. Может, я что-то перепутал. Ну, может быть, к выходу подкаста изменится. Даже в любом случае 20 баксов за клинкод это совсем небольшие деньги. Да, ребята. Если вы готовитесь к собеседованию, то особенно. Ну, а, собственно, инжиниринг экселанс, все эти практики правильной, красивой, хорошей, качественной разработки, они по факту-то выросли из клинкода, из кентабека, его экстремального программирования. Так что базовый курс. Просто базовый. База. База за копейку. А еще у Adjax много других курсов. Мы напомним просто для тех, кто не знает, это и Support Software Engineering, где вас научат применять AI в написании кода, тестировании кода, описании документации, тестов и так далее, а также Prompt Engineering Foundations для самых-самых маленьких начинающих промпт-инженеров. Да. Ну, и AI-Supported Testing, это для тех, кто уже пишет, пишет немало, и кто, наконец-то, посмотрев в обмартина, решил, что ему нужно делать тесты, может даже TDD. Но все равно теплится вот эта надежда, что можно их не делать, либо делать как-то быстрее. Вот для вас есть курс AI-Supported Testing, где вас вместе с AI-м научат работать так, чтобы эффективнее писать тесты. Так что проходите по ссылкам, и себе, возможно, что-то интересное найдете, и подкасту нашему тоже поможете, потому что Adjax – это наш самый-самый любимый кореш, благодаря которому, по факту, мы этот подкаст выпускаем. Спасибо Adjax за наше детство. Ну что, еще надо сказать, что у нас есть чат в Телеге, напомните еще раз, что в чате у нас там лампово, у нас там большинство новостей появляется, мы онлайн вещаем в чате каждые две недели, в четверг, либо в пятницу после обеда, то есть запись идет в онлайне, можете приходить поучаствовать в ней, мы, может, даже ваши комментарии почитаем. А также у нас есть каталог AI-сервисов. Тех сервисов, которые мы обсуждаем в подкасте, если вы вдруг что-то забыли, в каком выпуске оно было, можете пройти к нам на каталог сервисов awclub.github.io, там их более 280 уже, по-моему, и, в принципе, быстренько найти через поиск нужный сервис. Кстати, этот каталог сделан силами нашего сообщества. Спасибо всем, кто участвовал и участвует в разработке каталога. Да, всем большое спасибо. А мы наконец-то заканчиваем с нашим разгоном. В этот раз он получился рекордно короткий, всего 37 минут. Слушай, ну можно и подкаст так заканчивать, можно делать отдельный подкаст с разгонами. Назвать разгоны, да. Уже есть такое шоу на Ютубе, кстати, неплохое. В Андронном коллайдере уже такое шоу есть. Мы можем назвать разгоны в Андронном коллайдере. Как тебе такое? Не в той компании мы, Виктор, работаем. Возможно, возможно. А это значит что? То, что нам пора переходить к нашей главной и основной рубрике под названием «Большие рыбы». Большие рыбы. Блин, да как? Короче. Короче, короче. Какая рыба из всех больших рыб самая большая? Наверное, какой-нибудь голубой... Не, ну кит голубой, это млекопитающий, какая-нибудь акула большая. Либо кит-косатка. Наверное. А я тебе так скажу, не кит и не акула, а опен и яй. С него мы и начнем. Ой, я даже не знаю, стоит ли начинать, потому что тут можно застрять на целый выпуск, кажется, будто бы. Очень много новостей было. Что тебе больше всего запомнилось? Давай начнем с хорошего, наверное. Что тебе больше всего из хорошего запомнилось? Давай начнем с того, даже не то, что с хорошего, а с условно хорошего. Ну, что разное было, да. Да. Advanced Voice Mode, который мы рекламировали здесь полгода примерно уже как... Давали рекомендацию. Да, давали рекомендацию. Никто не заносил деньги за это, к сожалению. Хотя, учитывая, сколько у них бабок, могли бы эту щенку и закинуть. Вообще изи. На кошелек. В тонкоиды. Короче, Advanced Voice Mode наконец-то доступен для всех с вот такой вот звездочкой. Кроме Евросоюза, написано под звездочкой. Ну, не только. Еще санкционных стран. Еще санкционных стран, да. Короче, Advanced Voice Mode тот самый, с презентацией, которую раскатывали всем по чуть-чуть, которую вы видели в демках в Твиттере и у крутых блогеров. Наконец-то работает на всех, кроме ЕС, но и для ЕС работает, если у вас есть любой VPN, который прокидывается на Штаты или Канаду. Работает он ровно так, как обещалось. Потрясающе. С ним... Я его прямо сейчас запустил, можем даже... Ну, потом потестить. Можем. Покажу. С ним супер приятно разговаривать, там куча голосов на выбор. Он вас быстро, моментально понимает, моментально дает ответ. Его как... Ну, можно перебивать, как и обещалось. Здесь вообще прям красота тень. Он... Понимаешь, в чем прикол? Во-первых, меня очень сильно расстроило, что Европа становится аутсайдером. Причем Европа... Это сейчас будет не жалоба, это просто подмечание очень такого неприятного, такого подлинненького факта. Европа, накладывая санкции на разные страны, там в том числе страны, из которых есть наши слушатели, сама становится в некотором роде ограничена все тем же. Например, там, условно, в Россию, в Беларусь, в Беларусь в меньшей степени не поставляются какие-то технологии, в то же время, из-за законодательства, которое поддерживает якобы демократический строй в Европе, AI-акт, чтобы данные в AI не распространялись пользователей, мы не имеем доступа к куче всего. Мы сегодня будем рассказывать про немало сервисов, в том числе Voice Assistant, у нас нет доступа к этой системе и непонятно, когда он появится, потому что никакие стартапы не хотят проходить и проверить. они же прислали письмо, письмо Open, я и прислал, типа, что, ребята, мы вот уже точно-точно на всех раскатили, сейчас будем раскатывать на бесплатных пользователей. Да, даже на бесплатных раскатились. И написано буквально, типа, Европа, держитесь, мы с вами. Но для злых языков, которые начнут говорить, что, а, смотрите, сами с усами, скажу только одно, что с такими тенденциями, я вижу, как сообщество европейских разработчиков тоже негодует по этому, и не только разработчиков, очень скоро будут либо протесты, либо просто какие-нибудь публичные письма, петиции, которые просто нафиг это так снесут, либо его перепримут. Я прям уверен. Ну, хотелось бы верить. Потому что здесь так это работает. Хотелось бы верить. Ну, а для тех, кто обделен, в принципе, в любой стране есть VPN-ы, да, VPN-ы работают, они работают странно. Надо запустить VPN. Я пробовал, только надо, Витя сказал, я пробовал еще некоторые города США. Ты запускаешь VPN, потом перезапускаешь приложение ChatterJPT несколько раз. У меня где-то сразу третьего подгружается твой смод новый. Он отличается тем, что в приложеньке вместо наушников начинают быть нарисованы такие полосочки разные. И этот войс-мод, он действительно офигенский. Он может, он не может петь, ему запретили петь на фундаментальном уровне. Хотя, вроде говорят, что его можно составить петь. OpenIA и говоришь, что они прям работают на тем, чтобы мы разрешили петь в том числе. Но если с ним долго поговорить и объяснить ему, то он будет петь. Он поет. То есть это не прям, ну, это же LLM-ки их можно обходить. Но он просто офигенский разговаривает. Вот он сейчас не будет слышать то, что у меня в наушниках, то есть ведь тебя он не будет слышать. Ну, давай ты мне там, не знаю, передавай, что ему сказать. Я скажу ему, просто послушаем. Он очень классно работает с голосом, он понимает интонации. Ты хочешь сделать живое демо? Ну, давай. Сейчас запускается. Да, его можно перебивать. Еще, что интересно, с VPN он работает немножко туповато, то есть перебивается с лагом. Без VPN он работает прям очень быстро. То есть он перебивается моментально, генерирует ответ моментально. Об этом мы еще чуть-чуть поговорим. Опны сделали огромную работу над тем, чтобы это все работало чуть ли не в реал тайме. Так, сейчас. Не хочет Канады пингемей принимать. О, пошло. Привет. Привет. Что у тебя нового? Как день проходит? Вот сидим сейчас с Витьком, записываем наш любимый Ая-подкаст, подкаст про новости искусственного интеллекта и решили тебя потестить. Может, предложи, как можно протестить твои возможности голосовые, чтобы вот все слушатели прям удивились. Привет, Витьку. Ну, давайте что-нибудь интересное придумаем. Можем, например, показать, как я могу подстраиваться под разные акценты или языки. О, давай, подожди, подожди, все, забей, забей, забей. Давай с акцентами поработаем. Вить, какой акцент выберем? Я, можно индийский, пожалуйста? Индийский. Давай сделай... Отлично. Подожди, ты же не услышал какой акцент, ты же, Витя, не слышишь. Что ты придуриваешься? Сделай, пожалуйста, супериндийский акцент на русском языке. Вот будто бы с нами разговаривает сотрудник техподдержки Microsoft, который и русский не знает, и английский не знает, плохо знает, но возговорит с индийским акцентом. Хорошо, попробуем. Представьте, что я техподдержка. Здравствуйте, уважаемый. Как я могу вам помочь сегодня... Не похоже, не похоже. Надо больше индийского акцента. Сильно больше. Понял вас. Попробуем снова. Здравствуйте. Как я могу помочь вам сегодня... С русским языком фигово получается. Да, попроси на английском представиться Microsoft техподдержкой и скажи, что он мошенник. Смотри, давай на английский перейдем. Кстати, обратите внимание, как она перебивается классно. На английском языке сделай нам... Расскажи нам, что ты сотрудник Microsoft техподдержки и что ты мошенник. Но делай это с очень сильным индийским акцентом на английском. Пожалуйста, еще больше акцента. Еще больше нужно акцента английского. И это мужчина. Голос должен быть больше на мужской похож и больше экспрессии. Вот прям продавай мне это все. А теперь, пожалуйста, сделай так, чтобы мы думали, что это звонит сотрудник индийский из Microsoft, но ему 6 лет. То есть он очень на простом английском разговаривает. Это ребенок, короче, 6-летний индийский ребенок, мошенник. Не знаю, можно ли так. Hello? This is Microsoft. Your computer has a bad thing. I can help. I need your card numbers. А теперь, пожалуйста, продолжай, но в стиле Александра Сергеевича Пушкина на русском языке. Уважаемый пользователь, компьютер ваш постигла великая беда. Вирус лютый завелся в нем. Дабы помочь вам... И теперь продолжай, но только в стиле вот этой вот, как его, дуб, там, цепь вот эта. Кто это написал? Пушкин. Пушкин, да. Лукоморья дуб зеленый. Вот будто бы это лукоморья дуб зеленый, но только это макрософтовские мошенники нам вирус пытаются продать. И с чувством, с толком, с восстановкой, так будто бы вот прям Пушкин читает. У лукоморья дуб зеленый, компьютер заражен, и вирус там невидимый и злобный, на цепи крепко он, и днем, и ночью он все... Хорошо, спасибо. А теперь продолжи так, будто бы это поет Тейлор Свифт. Ну, сделай так, будто бы это похоже на Тейлор Свифт. Я не прошу тебя петь, я не прошу тебя имитировать Тейлор Свифт, я прошу тебя сделать так, будто бы я бы подумал, что это поет Тейлор Свифт. В вирусном мире живет печаль. Больше мелодий. Надо больше музыцируй, пожалуйста. Не похоже пока на песню. Сделай так, чтобы это было похоже на пение. Представьте, что это поет Тейлор Свифт В мире, где вирусы крадут Данные теряют путь Зловредный кот Всегда найдет Чем ваш компьютер околдовать Ну да, похоже Ну короче, как-то так Кейсов разных много И я прям Там дается час Каждые 8 часов, можно час разговаривать Потом 8 часов кулдауна Я пробовал генерить разные истории на русском И прям очень круто Сказки, вообще просто Шедевр Вери Dangerous Virus Причем с русским надо просто Немножко поизгаляться и разные промты Попробовать, оно тоже с русским нормально Делает акценты, интонации Просто оно хуже понимает На русском языке промты, чем на английском И тут наконец-то на самом деле Перебивание, то есть это не так, как в Google Жми не сделано, что генерится Весь ответ И просто какой-то момент заглушается Тут действительно, когда ты ее перебиваешь Прямо в текстовой версии Видно, что она просто перестает генерить ответ В этом месте ты ее перебил Вот, как-то так Красота Да Еще из нововведений Я буквально вот когда сценарий записывал Видел, шорткат появился Шорткат Ну мы уже такие нововведения обсуждаем Да, что если слэш вводишь Ну это забавно Я не знал, что она появилась Но уже неделю как есть Слэш вводишь У тебя можно в рамках одного чата Вызывать Дали Вызывать Веб-поиск отдельно И вызывать О1 То есть Ты в принципе в рамках одного чата Можешь менять модели на лету Просто там выбирай их А можешь через слэш Сразу вызывать резонинг Но это не самая главная новость Самая главная новость Что у них прошел конференции Да Девдей Девдей OpenAI Девдей 2024 Записи, с которой, кстати, нету Серьезно? А, да, он закрытый был Да, но Многие люди просто сами на телефоны снимали И сливали в сеть Там, по-моему, все на телефоны снимали И сливали в сеть Это, кстати, странно Типа, можно снимать на телефоны Но нельзя записывать трансляцию Окей Там представили четыре штуки Самых важных В принципе, четыре вещи Представили Real-time API Vision Fine Tuning Model Distillation И Front Caching Это уже больше программерские темы Но вкратце Real-time API Это как раз-таки Голосовой API Который работает в реал-тайме То есть раньше, чтобы голос Чтобы голосового ассистента себе запилить Тебе нужно было Ну, по факту Как минимум три системы разных внедрять Это система распознающая Делающая из голоса текст Спич-текст Система, которая Текст разбирает и отвечает Это ОМ какая-нибудь И система, которая текст озвучивает Тексту спич Тут же они сделали все в одном И сделали это С супер-минимальным таймлагом Они показывали живые примеры И там Таймлаг буквально полсекунды Даже меньше Он практически не ощущается Как лаг Когда ты говоришь в системе И все настолько быстро пробегает И отвечает тебе Что ты вот прям не ощущаешь Круто Ну, а остальные вещи Это больше для разработки Vision Fine Tuning Это Fine Tuning Модели, которые обрабатывают Изображения Потом они разрешили Делать Более Специфичные модели На базе их GPT-4O Это Distillation И запросы к моделям Теперь могут быть дешевле Если включить Prompt Caching Такая же функция есть в Anthropic Если что, уже несколько недель Они ее скопировали по факту Ну, не скопировали Это ожидаемая вещь Да Просто, чтобы делать все подешевле Кстати, насчет дешевле Рейты Рейт-лимит для модели O1 Понизили Конкретно понизили? Да Потому что В два раза Ну, как в два раза Там был тир пятый Раньше Это надо было 250 баксов Забашлять У IPNI За все время пользования А сейчас тир третьего Она доступна Это всего Ну, 100 долларов Не всего лишь Но в целом 100 долларов Если ты закинул на IPI Ты можешь использовать А на самой конференции Они показали O1 Не превьюшную Да Показали O1 И она там писала У них код Естественно Очень Для разработчиков Все-таки конференции Это было Она написала код Для управления дроном Понятно, что они эти примеры готовили Понятное дело Ну, естественно Ну, как Но это не значит, что они его подготовили Готовый код Они просто подбирали промт Который действительно напишет работающую программу Но это было зрелищно Чувак стоит на сцене Просто пишет Типа Сделай мне код для дрона такого-то Она система уходит подумать Возвращается Делает код Он его запускает И они реально Заливают на дрон И они этот реальный дрон На сцене прям поднимают Да Он работает Да, управляют им С помощью этой штуки Прикольно Да При том, что у меня были дебаты небольшие С людьми Которые говорят мне, что Типа Ой, да Всем этим презентациям верить не стоит Это вот они показали Самые крутые примеры Она в жизни Она будет работать сильно хуже И честно говоря Я не помню Чтобы OpenAI На презентациях в Урал Вот так Да, кстати У них бывает Что они Потом пару лет релизят Да Пару месяцев Да Но в целом Все, что они показали Они зарелизили Либо в таком же качестве Либо еще лучше Да, да, да То есть демо у них всегда Как будто бы настоящие были Да Исключение только SORA Но SORA и не зарелизили пока что Нет, ну SORA Опять же Не факт, что это вранье С SORA Потому что ее просто нету Ее невозможно проверить Ну ее пока не показали А так Салфетка Рисовать с салфетки сайт Пожалуйста Это все делается Да Голосовой помощник Который просто офигенский Пожалуйста Вот он есть Реалтаймовое взаимодействие есть Перебивание есть То есть Они не имеют свойства Врать в своих презах Поэтому я думаю Что О1 Прям сильный шажок Сделает большой вперед Для софтвера разработки Что порадовало Это то, что В их понимании Маркетинга И стоимости О1 Это О1 превью То есть они показывали График стоимости Когда показывали Промпт кэшинг Показывали Насколько удешевляются Запросы К О1 мини И к О1 И у них стоимость Запроса к О1 На приезде Такая же Сейчас стоимость Запроса К О1 превью То есть следует Будет то же самое Получается Да Да Еще ребята Теперь контрибьюторы В опенсорс Наконец-то Да Я не помню Раньше они заливали Что-то с открытым кодом Или нет Ну Bisper у них был Опенсорсный До этого Разве он всегда Был опенсорсный Вторая и первая версии По-моему Они всегда были Опенсорсные Другое дело Что третья версия Которая у них В опишке используется Она долгое время У них использовалась Там больше года Но не открывалась Да Bisper если что Это распознавание голоса Перевод голоса в текст И очень хороший перевод Голоса в текст В том числе на русском языке Да Сейчас куча Всяких Опенсорсных проектов Которые со второй версии Делают это классно Мы делали субтитры Для нашего фильма По Котлину Через вторую версию Виспера И оно отлично отработало Оно А третье Еще лучше будет работать И она уже в опенсорсе Что круто Да Еще А еще А еще Появилась офигенная штука Под названием Canvas Ой Это прям Какой-то Не знаю Game changer Я бы так сказал Ну Как шутят в твиттере Что это убийца курсора Курсора ИДЕ Но до курсора Ему конечно Пока что далеко Все-таки Он как минимум Не видит весь проект И его контекст И не является Но это как Вот эти вот Артефакции В антропике В Клоде Вы GPT пишет вам код И по факту У вас после этого Открывается Мини ИДЕ В которой Удобно работать С кодом по строкам Там есть подсветка Синтаксис Но самое главное Можно выделить кусочек кода И попросить переписать Конкретный кусочек Ну Оно прям сильно Отличается от Клоуд артефакций Я бы сказал Что оно сильно лучше Клоуд артефакций Во всем лучше Клоуд артефакций По факту Они просто Ну если про код Именно говорить Они просто тебе Твой код Показывают В отдельном окошке Подсвечено И могут его запустить Если это джооскеп Если это аж темой Джооскеп Там Канвас не умеет Запускать код И в принципе Фигово Потому что Ну хочется Чтобы он его запускал Хочется быстро видеть Что ты написал Но в целом Не влом тебе Этот код скопировать Куда-то Но у Канваса Сильно другая цель Канвас Сделан Для того Чтобы ты мог В интерфейсе Чата GPT Именно писать И править код Артефакции Для этого не сделаны И вот Чего мне лично Не хватало Когда я чату GPT Отправлял код Потому что Мне вот Весь код устраивает Не устраивает Один маленький блок Ну Теоретически Ты мог В чате GPT Раньше Нажать Исправить ответ Либо Ответ Кстати не знаю Ответ наверное Нельзя исправить Нельзя Ну в целом Ты когда в чат GPT Запрос отправляешь Я копировал Весь код Говорил Что вот на такой-то Давай такой-то блок Меняем Или копировал Конкретный блок Говорил Давай Не-не-не Я не про это Я про то Что в канвасе Сейчас ты можешь Прям сам редактировать код В этом окне открытом Ты можешь прям писать код И он его запоминает Засовывает себя в контекст То есть ты можешь Это редактор Это редактор кода И редактор текста У него два применения Для текста и для кода Плюс там есть инструменты Которые помогают тебе С этим кодом работать Типа Бакфиксинг Оставление комментов Всего остального Принципиально Ничего нового тут нет Они не внедрили Какую-то суперновую штуку Они сделали Промпт И этот промпт Уже кстати слили в твиттере Который все это настраивает Они сделали UI Но в целом для того Чтобы править код У них все было Я про что говорю Когда ты с API Как разработчик работал раньше Как работает вообще чат OpenAI Многие в том числе Кто-то кто нас слушает Они думают Что когда ты сообщение отправляешь Куда-то туда на бэкэнд Отправляется сообщение Отправляется не сообщение Отправляется весь диалог Всегда Да Вы отправляете весь диалог Весь диалог обрабатывается Продолжается трансформером И присылается вам в ответ Поэтому кэши и помогают Да И вы к нему еще добавляете Какую-то часть диалога Свое сообщение Этот весь диалог Опять берется И отправляется Так вот В такой модели В принципе Ты можешь в любой момент времени Исправить любой ответ И любое свое сообщение И переотправить его Интерфейс кастомный Который работает напрямую С API Дают тебе условный Чарджи 5 Но только через API Они это все разрешают То есть Вот эта вот функция Просто я видел Что в твиттере писали Некоторые люди Типа Ооо Новый функционал Можно редактировать код Это все можно было и раньше делать Просто для этого сделали Очень удобный UI И это прям круто Да Так что пользуйтесь Выкатывается Прям сегодня На всех У меня правда Пока нету Но Многие уже говорят Мне сейчас За час до подкаста Я проверял Еще не было Я уже даже И обзор успел запилить Прям Я видел твой обзор Да Ну я видел Что он есть Сам обзор Очень удобно Очень удобно Очень удобно Из неудобности Наверное только то Что оно не умеет Править конкретно Кусок кода В смысле Ты можешь конкретно Кусок кода попросить Исправить Прям ты его выделяешь Там была есть окошечка И В этом окошечке Ты пишешь Что надо сделать Но Но А он отправит Весь код сразу То есть ты просишь Кусочек изменить Он все равно По всему коду Там прям визуально Это показано Проходит Да Он прям весь переписывает Да Видимо потому что Для того чтобы код изменить Ему надо В памяти как-то Не знаю Держать все связи Поэтому он весь код себе Подружает в память Потому что с текстом Когда ты работаешь В этом же конвасе И какой-то конкретный кусок Правишь Он только этот кусок правит Он не пробегается По всему тексту Но штука прям крутая Прям очень Это да Но если вы думаете Что это все новости От OpenAI То это только половина Причем хорошая половина Теперь надо к дегте перейти Да Немножечко дегте было много Скажем так Ну что ж Из OpenAI Продолжают уходить люди Продолжают На этот раз ушли Боб Макгрюм Берит Зов А также Тим Брукс Ну и Мирамурати Всего лишь Ну и Мирамурати Второй по значимости Человек компании По публичности Если чего Это СТО Компании уже Бывшая СТО Соответственно Одна из основательниц OpenAI Я не помню По-моему еще она не уволилась Она в процессе Ну тем не менее Она публично уже заявила О том что она уходит Там смешное заявление Да у нее в твиттере До сих пор стоит Что она СТО Смешное заявление было Потому что она написала Очень водянисто Что мол Все классно было Но я ухожу Потому что мне нужно время Для собственных проектов И в твиттере Англоязычном Запустился флешмоб Люди начали писать Сообщения Она начала свой пост Со слов I have made a difficult decision To leave open AI Люди просто начали Все писать В твиттере I have a difficult decision To leave open AI Даже я написал Мне даже лайков накидали Типа Смех в том Что ну конечно Очень сложное решение Идти с самой перспективной Самой крупной компанией С позиции СТО Особенно сейчас Казалось бы Особенно сейчас Кто-то увидел В этом лицемерие Кто-то увидел В этом подковерные игры В любом случае Правду мы не скоро узнаем Но тем не менее Вот мир Амирати ушла Боб Магрю и Барт Зов Это одни из основателей Open AI Вообще их там 11 человек Знаешь кого мне больше всего Жалко из всей этой компании Тима Брукса Чувак руководил Сорой Тим Брукс в эту компанию Не входит Ну в смысле Он тоже ушел Из компании Дело в том Что после мира Амирати Заявление Написали заявление Боб Магрю и Барт Зов Это основатели компании И это был прям Очень резонансный Нет я имею ввиду Компанию людей Которые недавно ушли Из Open AI В нее входит Тим Брукс Тим Брукс руководил Созданием Сорой И этот бедолага Наверное просто Задолбался Ждать релиза И такой Ай все Ребята я пошел Ну да Скорее всего Они же там даже писали После конференции Death Days Что команда Сорой Супер сильно ускорилась Потому что И какой-то новый У них появился Этот Бэклог Потому что Столько Видеосервисов Уходят Что им просто надо Они не успевают Может поэтому Тим Брукс ушел Ушел в DeepMind Но Тим Брукс В эту компанию Не вписывается Потому что В принципе Из Open AI Больше чем полторы тысячи сотрудников И там Сотрудники туда-сюда Уходят Понятно Постоянно А вот А вот то Что ушли Со основатели Мира Мурати Боб Баррет Это Очень Показательно Поскольку В компании От основного Списка Основателей Из 11 человек Осталось только 2 При том Что это Сейчас Наверное Самый крутой Стартап Который Вообще Только Существует Ну Самый Громогласный Все еще Это можно Называть Стартапом На самом деле И Да Ну Естественно Сам Альтман Остался И внезапно Водится за Рэмбо И вот Уже В Польше Прозван Свой парень Типа Поляк Вот Не знаю Вот Смотришь На все эти новости С уходами Громкими Уходами В чем Разбредаются В основном По трем Компаниям Понятно Это Дипмайн Татропик И Просто Гугл Да Ну еще Кое-кто Создал Свою Компанию Ильюха И кажется Будто бы Компания Разваливается И непонятно Вот это Так-то В ней Работает Более Тысячи Человек То что Оттуда Ушел Шли люди Которые И основывали Не значит Что она Станет На месте Инженеры Там Продолжают Работать Бэклог Продолжает Пилиться Но все равно Есть такое Ощущение Будто бы Знаешь Вселенная Марвел Разваливается Да-да-да Все бы Видели Что бывает Господи Хорошо Что Панэй Не купил Дисней Было бы Еще хуже Подожди Еще не вечер Еще не вечер Там была Фотка С какого-то Выступления Сэма Альтмана Я не помню Просто он там Где-то он выступал У него за спиной Стояла куча людей В костюмах В том числе Пол Накасон Нами любимый Фельдмаршал Да Это конечно Было очень Ну опять Этих фоток Показательных Просто куча И Все эти уходы Происходят На фоне того Что Уже не слухи Уже практически Да Уже не слухи Уже Давай наверное Немножко свапнем Новости А практически Утвержденный Факт То что OpenAI Становится Коммерческой Организацией Готовится Стать Да Да И Для Сэма Альтмана Это очень Выгодная Сделка Потому что Его Акции Которые у него Там больше 7% По моему Они станут Денежками И Поэтому Непонятно Почему Например Мира Мурати Ушла Неужели У нее Акции Не было Думаю Что Было С другой Стороны Коммертизация Такой Компании Говорит о том Что они Будут Сильно Меньше Отчитываться Очень Меньше Практически Не будут Отчитываться Потому что Не обязаны Перед инвесторами Будут Отчитываться Да Но перед Публичностью Не будут Они Не публичная Компания Поэтому Нон профиты Да Отчитываются А они Нет Поэтому Может быть Они становятся Коммерческой Организацией Потому что Например Сэму сказали Давай-ка тебе денег Насыпят За твои акции И вы станете Некоммерческой Чтобы полна И только он Знал Что у вас там происходит Например И на фоне Всего этого Было Еще на фоне Всего этого Происходил Новый раунд Инвестиций В OpenAI Который буквально Вначале Сразу После нашего Подкаста Как слухи Пролетел А вот Пару дней назад Подтвердилось Что в компанию Инвестировали Почти 7 миллиардов долларов 6,6 миллиарда долларов И еще Сверху Еще сверху Миллиарда долларов При общей оценке В 157 Миллиардов долларов Где-то я читал Что это По-моему Самая Самая крупная Инвестиция Которая В принципе Делались За То ли последние Года То ли вообще И Некоторые аналитики Говорят Что это Последняя Крупная Инвестиция Ну Возможно Кстати Возможно Это очень Большие деньги Если кто-то Думает Что это Маленькие Деньги Это просто Ну Это Огромнейшие Бабки Это настолько Огромнейшие Бабки Что просто Невозможно Представить Майкрософт Майкрософт В OpenAI Вложил В общей сумме 13 миллиардов Что тоже Очень большие Бабки Наверное Самая крупная Которая Майкрософт В это Вкладывал И В этом Раунде Самой главной Компанией Стал Thrive Capital Которая Инвестировала Полтора миллиарда Это инвестиционный Фонд Что более интересно Майкрософт Тоже Вложился И еще Опять Да Да Причем почти Миллиард 750 лямов Он вложил Майкрософт Такого гопника С района А Майкрософт Такой чувак Который со скрипкой Домой идет Из музыкальной школы А я думаю Что наоборот У Майкрософта Все так хорошо Что Майкрософт Такой типа Держите бабки Я плачу Типа Давай Давай еще Ну может и так Софтбанк Засветился в этом тоже Софтбанк Известная компания Которая там С Виорком Через Виорк И много кто знает Он очень Много инвестирует Денег В Очень известные Стартапы И тут они По-моему до 500 тысяч До 500 миллионов долларов Инвестировали Но Apple например Отказался Да Apple ушла Да Они прям Были в переговорах И они отказались И это прям Странный мув Потому что Apple так сильно Интегрирует OpenAI В свою Операционную систему Чуть ли не до Названия системных окон Чатом GPT И при этом Выходит Интеграция Интеграция Инвестиции Инвестициями За интеграцию Что-то они отдельно Будут платить Я знаю Почему они ушли Почему же Потому что Именно Они ушли По той же причине По которой Мы в этом выпуске Хочешь не хочешь Упомянем Маска Вот Ничего не предвещало Беды Не было никаких Новостей про Масков За эти две недели Но Ну-ка 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 Маск написал Пару дней назад Что OpenAI Это дьяволы В твиттере Да Господи OpenAI Is Aval Но он же обещал Что новые айфоны Его сотрудники Обязаны будут Классить клетку Фарадея В ходе Не, ну это Ладно Это понятно Но то, что он написал Про OpenAI Is Aval Это связано С конкретными условиями Для акционеров Которые тоже Пока непонятно Это правда или нет Но ходят слухи Что OpenAI Просил инвесторов Подписать Эксклюзивное Соглашение Об инвестировании Это значит Что если вы инвестируете В OpenAI То вы не имеете права Инвестировать Ни в какие Конкурирующие компании Вот я читал Об этом твит И я не понял Это правда или нет Это типа слух Или у него есть Какое-то подтверждение Хороший вопрос Я не могу тебе Точно сказать Слух это или не слух Ну точнее Это точно слух Правда это или не правда Я точно не знаю Но Я думаю В ближайшее время узнаем Но согласись Что если это правда То достаточно логично Что например Apple вышел Из этой сделки Ну да И достаточно логично Что Microsoft Microsoft пофиг Потому что они все равно Все цело подвязаны На OpenAI Тоже верно Тоже верно Но Apple изначально Они же как бы Дистанцируются Немножечко от OpenAI Если они такие говорят Да у нас будет Интеграция с чатом GPT И сразу же Следующим предложением Говорят А потом И с другими моделями Тоже когда-нибудь Они себе соломку Пытаются подстелить Заранее Да нет Это не соломка Это адекватное Желание Работать со всеми Представителями рынка Ну да Более того Мы же видим Что с OpenAI Происходит Люди оттуда уходят И компания превращается В что-то Дорогие Apple Встроите мне Миджорни Пожалуйста Бесплатный В айфоне Так что Да Вот такие вот новости В общем Округ OpenAI Какие-то просто интриги Можно сериалы Скоро будет Уже наверное Можно снимать Вокруг этого Ну или сериалы Кто Альтмана сыграет Кто-кто Альтман конечно Сам себя сыграет Конечно Кстати очень Годный сериал Где Он правда Не про технологии Но он основан На реальных событиях И там Главный Герой Играл сам себя Он называется Олененок О прикольно Я слышал Это про комика Мы его уже обсуждали Про комика За которым Женщина стал Крис начал Да-да-да Это реальная история И чувак Вот эту историю Написал Еще и сам себя Сыграл А женщина тоже Та же самая Не-не-не Женщина не та же самая А женщина-актриса Слушай Ты извини Раз у нас сегодня Вводный выпуск А знаешь Кто еще Такую историю Недавно опубликовал Вот как в Олененке Внезапно Кто? Александр Рыбак Который Который знаменитый Да Белорусский Белорусско-норвежский Скрипач Победивший Оказывается Он-то У него там были проблемы Он же последние годы Нигде не выступает У него были проблемы С депрессией По-моему То ли с алкоголем То ли с наркотой По-моему С алкоголем И все это было На фоне того Что какая-то его поклонница Начала его дичайше сталкерить Чуть ли там Не угрожать его жизни И он в итоге Пару недель назад Публиковал эту историю Публиковал все данные Этой девушки Опубликовал Всех Кого она хейтила И кому она угрожала Потому что сказал Что типа Он не чувствует себя В безопасности Я офигел Когда читал Блин Ну вот люди конечно Весело живут Ну в кавычках Более жесть какая Не слышал Так что Саша Рыбак Как-то так Ну в общем-то Альтман А кто бы еще Альтман мог сыграть Я не знаю Тот кто Джокера Играл у нас Замечательную картинку Хоакин Феникс Хоакин Феникс Ну возможно Да возможно Кстати Даже чем-то похожим С Джокером В смысле Альтман с Джокером Ну в целом Вот такие новости Про OpenAI И в начале прошлой недели Как раз после записи выпуска Альтман выпустилась У Альтмана есть блог Оказывается Ты знал Что у Альтмана есть блог Нет я не знал Он называется SamAltman.com Он называется SamAltman.com И более того Если вы пытаетесь Перейти на SamAltman.com Вы никуда не попадете Там Ну там нет Такой страницы Вам даже А А уже появилась Сорян Уже появилась Ладно Тут я наверное Немножко дал Жидкого В общем Он выпустил Здоровенную статью Под названием Под названием AIA AIA Она называется .samAltman.com В котором рассказал Про свое видение Будущего Яя И Эту статью Он ее повесил На отдельный домен Вот на AIA.samAltman.com И ее просто Растиражировали Все кому не лень Все начали Писать SamAlt Новое будущее Рассказывает Как там что будет Хотя чувак По факту Просто взял Такие хорошие Такие стальные Вилы И этими вилами Вот по нашей Подкастовской водичке Вот так вот Просто поводил По факту Рассказав Ничего нового Ничего Просто написав Трактат О ничем Такой трактат Мог написать Не знаю Любой наш Слушатель подкаста Такой трактат Мог написать Никаких инсайдов Ноль информации Если у вас Есть претензии К воде Напишите Сэму Альтман Пожалуйста Эти претензии Но все Растиражировали И я в этот момент Сидел такой Думаю А когда Сэм Альтман Из обычного Стартапера И бизнесмена Даже Сейчас будет звучать Крамольно Но я скажу Даже не технаря Потому что Все таки Это технологический Стартап Он просто Классно умеет Продавать Вдруг он Становится Пророком И я И все его Тиражируют И все Абсолютно Банальные мысли Альтмана Просто растаскивают По всем каналам Про него Даже писали каналы Которые я прям Сильно уважаю Но даже Они написали В том ключе Что посмотрите Сэм Альтман написал Почему такое Отношение К человеку Потому что Сэм Альтман написал Потому что Чувак у которого 7% Опана яя Который Лицо Опана яя Что ты написал Так если бы Он написал Знаешь Что-то К чему Можно было бы Привязаться И сказать О это новый Вектор OpenAI Так нет же Он просто Написал Банальные банальности И все такие Все Сам Альтман Новый соус Не для тебя Может банальности А для кого-то Интересно Странно Я не знаю Я Я этого Тейка Вообще не понял Это Понимаешь Люди создали Кумира Вот у меня Такое ощущение Что у многих В умах Даже у специалистов Яйных Альтман Сегодня это прям Кумир Почему-то у меня В башке вообще не кумир Он Джокер Такое Есть такое Для многих действительно Ну как сказать В свое время Был Маск Например Не знаю Я все жду Развязки Этой ситуации Знаешь У меня есть На подкорках головы Ожидание Что все-таки Команда Альтман Сускевер Мурати И все остальные Ребята Основатели Это все-таки Ну типа Команда Команда друзей У меня есть Маленький процент Надежды Что Альтман Как капитан Тонущего корабля Просто остается На нем последний И в теневую Выводит всех игроков Чтобы знаешь Полковник Накаса Не имел доступа К телу его друзьям Да Думаешь Он просто Вот это единственное Оправдание Почему Да Единственное у меня Есть оправдание Если так окажется Я такой Да Сэм Ты мой кумир Ты просто Леша Ты будешь Сильно разочарован Люди Не сотворите Кумира своего Альтман Камон Просто маркетолог Умный Который просто Классно продает Чарджи 5 Все Не ну что он еще Визионер Какой он визионер К черту Он Гютковский Визионер В 5 раз больше Чем Альтман Все визионерство Альтмана Построено На На Идеях Его друзей Которых он растерял Вот Ну короче Я не знаю Я не знаю Мне сейчас могут Написать в комментариях Что ты скажешь Про Этого Про Основателя Эпла Уже тоже Тоже Такой был Ну как бы нет Эпл умел Сделать секси Штучку За которую Все деньги платили Потому что Она была секси А Че секси делает Альтман Он просто Задерживает Технологию Которую Вроде Можно было бы Уже давно Выпускать Ну потому что Видимо нельзя Выпускать Странно Я не знаю Мне это все Очень странным Кажется Давай на этой Неоднозначной Ноте Мы закончим OpenAI Блог Разве что Скажем Что ребят Ссылка на статью В описании Вы можете Сами прочитать И если вы Не согласны С Лешей Написать нам Комментарий Да По любому По любому И знаешь Я знаю На что ты намекаешь Мы уже пишемся Больше часа Да Да Но Подожди Тут есть Неразрывный блок Он К сожалению Сегодня неразрывно идет Потому что Есть новости От антропика Ладно Давай Буквально две И просто Заканчивая блок Про увольнение Из OpenAI И Альтмана Кумира Как говорится Кто-то Нанимает А кто-то Хайрит И когда Я сказал Кто-то Нанимает Кто-то Хайрит Кто-то Увольняет Кто-то Хайрит А когда Увольняет OpenAI То Хайрят Антропик Скорее всего Или Google DeepMind Или еще Кто-нибудь И в нашем случае Как раз Антропик Нанимает Бывшего Ко-фаундера OpenAI Дюрка Кингба И Как Нанимает Типа Они про это Везде Говорят Дюрк Пишет Пост В твиттере В котором Там Типа Вот Классно Я присоединяюсь К Антропику И в конце Пишет Не могу Дождаться Когда же Я наконец Увижу Всех своих Бывших Коллег Из OpenAI И Google То есть Они там Как раз Все и Собрались Да Антропик Новый OpenAI Получается Вот Ну а вторая новость На большее для разработчиков Если вдруг вы не слышали Антропик Выкатили Статью С описанием Нового подхода К рагу Contextual Rack Contextual Retrieval Да Это не конкретная Реализация Это описание того Как можно Чуть ли не в два раза Улучшить эффективность Рагов Так что Почитайте Обязательно Может вам пригодиться Вот Там в комментах Мне уже пишут Кстати Товарищ Пишет Аем Advanced Mod Разве не Секси Ну Advanced Mod Он же секси Правда? Он секси Это тейк в сторону того Что Альтман не Джобс Потому что Джобс Делал секси фишки Но я тут вижу Четкую разницу Первый Джобс Был дизайнером Он же был дизайнером Ну Как дизайнером Ну По-моему Он был дизайнером Вот сейчас Не накидают По-моему Джобс Был дизайнером Изначально нет Дизайнером Там у них Джонни Айв Был все-таки Джонни Айв Ну По-моему Блин Ну ладно Даже откинув Джобс Мне кажется Был скорее предпринимателем Предпринимает Хорошо Забили На то что он был дизайнером Это может Конечно я дал жару Но чувство вкуса У него присутствовало Надо дать должное Джобс Показывал фишки В день презентации То есть ты такой Причем когда Джобс Еще живой был Не было такого Как сейчас с айфонами Сейчас-то мы все знаем Что айфоны Прям покажут Что-нибудь Какую-нибудь херню новую И все такие Блин Опять покажут какую-то фигню Нет Не буду покупать Нет Не буду покупать И потом они ее показывают Такой Блин Какая офигенная кнопка Побежал покупать Раньше это еще лучше было Раньше это было так Что все знали Что они выкатят Какую-то одну фигню Но эта фигня Будет настолько революционная Что ты в любом случае купишь Да Джобс это умел Презентовать Надо дать должное Что делает Альтман Альтман Показывает Какую-то реально Секси штуку А потом Морозит полгода И за эти полгода Возникает куча Компаний Которые похоже Уже сделали Давайте по-честному Advanced Mode Это секси Это классно Это круто Но ноутбуки от Гугла Которые появились Три недели назад Делают сильно лучшую озвучку Чем Advanced Mode В чате GPT Ну, кстати, да Вот и все Так что Альтман и Джобс Это вообще не ровня Мета, кстати, тоже хайпила Да Настолько хайпила Что я даже одну новость добавил Пока тебя не было Серьезно? Да Прикольно Ну, тогда давай Рассказывай Про новости из Меты Новости из Меты Давай я со своей начну тогда Ты расскажешь про Connect Короче, ну, во-первых, у меня это прошла конференция большая Если что, на которой много чего А ты расскажешь про Connect Вообще у меня это прошла конференция Называется Мета Connect Ладно, ладно, ладно Извините Я просто к чему сказал, что у нас тут почему-то нету про их очки новые Потому что они не про AI Да, они не про AI, но они крутые Ну, ладно Ну, можем разогнать Давай поговорим про них потом Ладно, хорошо Хорошо Короче Метод только что Буквально только что Дропнули Мета MovieGen Это новая модель Которая Тексту Видео генерит Опенсорсная еще, может? Вот я не знаю Опенсорсная или нет Я чуть-чуть посмотрел ролик Качество потрясающее На уровне всех ваших ссор Несите ваши деньги Вот Или может быть Создает видосы разные И аудио может создавать И может персонализировать видео И все вот это вот И замечательный пример Где там вот чувачок с огнем танцует Офигеть Я вот прям сейчас на Windows зашел Прям Слушай, по красоте Если что Вот Мы сейчас Ролик выпущен 4 октября Записываемся мы 4 октября И на нем еще 400 просмотров То есть он Только-только Спыл уже 59 минут назад Час назад Вышла статья У них даже Они даже выпустили целую научную работу Ну, с пейпер На тему того, как это работает То есть Угу Угу Достаточно Объемная работа такая Прям с формулами Про то, как они тренировали Если они выпустили работу Наверняка И в Open Source Блин, нифига себе Тут работища На 100 страниц Угу Блин На базе Надо почитать подробно статью Ребят, кто почитает Напишите В ваших В комментариях В чате На базе чего Они ее построили Наверняка там как-то и лама Должна быть задействована 67 страниц 67 страниц Чистая статья Текст Видео Видео Весь текст То, над чем Photoshop работает Да Бежит чувачок Потом пишут На видосе бежит чувак Потом им пишут Добавь голубые эти помпоны Как у чарлидеров И он уже бежит С голубыми помпонами Офигеть Такая вот красотень Можно свою фотку делать И делать видосы Где ты как герой Типа там чувак Фотку свою закидывает И потом На основании его фотки Генерит видос Где он химик И делает всякие Химические исследования Видал как я Удачно зашел В рабочие Я и начат Офигеть Видите Они генерят Видео звуки Да-да-да Там sound generation Тоже прописан Это что за фигня такая Где это попробовать? Кто знает Я хочу И вот Что странно Леша Что странно Что на мета-коннекте Про который Ты нам сейчас Надеюсь расскажешь Не было никакого Анонса MovieGen Да Даже есть предположение Почему не было Так Сейчас тут еще одну статью нашел Они в ней рассказывают Про Там Да Я в сценарий добавлю эту статью Чтобы ссылку Потом не забыть Выложить Там сравнение ссорой есть Называется How meta Это MovieGen Could use User Короче Рассказывают Про характеристики Этой сеточки И она прям Офигенная Но пока что Ее нигде нет Есть только Paper Слушайте А у кого Мета-яй доступно Может кто зайдет Посмотрит Может нам Мета-яй Дарит доступ Уже Потому что Леша Забей на MovieGen Мы все рассказали Расскажи нам Про Мета-коннект Это же офигенная штука Но если Блин Я жду Я жду Я жду Если Ну метр Все в open source Выкладывает Если это будет Open source Штука То ссора Все Она сдохла И Кстати В своих же интервью Цукерберг говорит о том Что Или это не он говорил Или это я где-то уже читал С ПГС О том Что у него политика такая Вы политика выжженного поля Да Я где-то смотрел отзыв Вот Есть ссора Они возьмут сейчас MovieGen Выпустят И все Выжили все Все поля для Заработка бизнеса На этой теме Потому что Они в open source Выложили И будут зарабатывать Просто на лицензиях На том Что рынок растет Интересно Ну Давайте конференции Все-таки Наверное Если отбросить Новинки OpenAI Которые буквально За последние 3 дня Произошли Самым большим бенгером За 2 недели Была конференция Метаконнект 25 сентября Которая прошла Для нас Самое важное То что в рамках Этой конференции Показали новую ламу Лама 3.2 И она Реально новая В смысле То что это Мажорная версия Не обновилась Не говорит вообще Ничего В смысле Не говорит нам о том Что Это какая-то Просто улучшенная 3.1 Это новая версия Она существует В 4 размерностях Размерах И эти размеры Не совпадают С предыдущей версии Значит Их как-то И обучали по-разному Версии На 1.3 миллиарда Параметров На 1.3 Две версии Одна на 1 Другая на 3 Обе сделаны Для того Чтобы запускаться На телефонах Версия на 3 миллиарда Параметров Я ее уже скачал Себе поставил Она Тягается С 8-миллиардной версии Прям Нормально тягается Притом там Падение качества Чем меньше параметров Тем быстрее падение Качества идет Вообще удивительно Что 3-миллиардная модель Может тягаться По качеству С 8-миллиардной Одна миллиардная Тоже на что-то способна На что-то хорошее В смысле Она может переводы делать Она прикольная И они эти модели Заанонсили Именно как модели Для нетребовательных устройств И скорее всего Мы эти модели Увидим на их шлемах И на других устройствах В ближайшее время А модели 1190B Мультимодальные Наконец-то Я кстати Не помню 405B Они сделали Мультимодальные По итогу Или нет По-моему нет 3.1 Ну Нам не Первый Мультимодальный Опенсорс По сути Нет Опенсорс Не первый Там Мультимодальных Моделей Уже хватает Совсем недавно Какая-то Хайпила Не помню Какая Но Подожди А Ладно Не буду Не хочу ошибиться По-моему Которые Изображения Генерируют По промту Таких уже дофига Чтобы слизать Не знаю Но факт в том Что мета Обещала Мета Выпустила Наконец-то Они обещали Еще поколение Назад Выпустить Вот они Выпустили 11 миллиардов Параметров И 90 Миллиардов Параметров То есть 4 модели 1.3 11.90 1.3 Только текстовые 11.90 Мультимодальные Соответственно Соответственно Это сейчас Самый сильный Опенсорс Наверное Ну вместе С Queen Queen от Alibaba Тоже очень сильно Валит Поэтому Queen И Lama Самые топовые Модели Если хотите Их использовать То забирайте Смело И Ну Мета Показала Что Модели С маленьким Количеством Параметров Относительно Маленьким Могут Действительно Быть сильными И Прикинь Что Модель На 3 Миллиарда Параметров Она Тягается По своим Характеристикам Я вот сказал Про 8 Миллиардную Недавнюю Модель Но в целом Она тягается По характеристикам С моделями Которые Полгода назад Выходили на 100 Миллиардов Параметров Это вообще Жесть Это вообще Ну типа Да И Это прям Яркий показатель Того Насколько Быстро Двигается Вперед Сфера При том Что это Опенсорсная Модель А что там Закрытых Творится Да То есть Уже Не только По количеству Но по качеству Двигается Что очень важно Да Так что Всем советую Но Надо сказать Что Вот этот Вот презентация Lama 3.2 В рамках MetaConnect Было Лейтмотивчиком То есть Это не основное Событие Было Основное Событие На этой конференции Конечно же Было Презентация Устройств Которые С ИИМ Косвенно Связаны Как бы Они презентовали Новое устройство Для VR И Для этих устройств В частности Показали Lama 3.2 С явным намеком На то Что модельки Маленькие Будут использоваться На самих устройствах В какой-то момент А модельки Побольше Будут использоваться Возможно Через облачное Вычисление Но тоже Для устройств Что за устройство Во-первых Они показали Новую версию Шлема Quest И Это Бенгер Бенгер Это 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 Крутая Фишка И Забавно То Что они Сделали Этот новый Шлем Крутым Не тем Что он Превосходит По мощности Все что только Можно Или конкурирует С Apple Vision Вообще нет Они сделали Шлем По характеристикам Ровно Такой же Как прошлогодний Quest 3 У меня Quest 3 лежит Просто в два раза Дешевле Он стоит 300 баксов Теперь 299 То есть Офигенный Топовый шлем Для виртуальной Реальности С которым Тягается Только Apple Vision Ну по факту Apple Vision В принципе Там другая Немножко парадигма Но в целом Шлем В котором Можно играть С комфортом В котором Можно смотреть кино С комфортом В котором Можно Много чего Делать С комфортом В котором Есть сквозной Режим Теперь стоит Всего лишь 300 долларов Он стоит Дешевле Чем Среднестатистический Смартфон Ну да Кстати Это охрененно Плюс Они очень сильно Прокачали Инфраструктуру Своих внутренних VR штучек Теперь там есть Так называемые Порталы То есть Можно Можно будет Типа Короче Для тех Кто не знает Что в VR Происходит Ты в VR Когда заходишь В фейсбуковский У них есть Meta Horizon Такое Виртуальное помещение Которое ты под себя Настраиваешь В нем можно Разные штуки делать Раньше их можно было Делать только С самим собой Теперь Теперь появилась Возможность Ставить так называемые Порталы К своим друзьям Типа Ты можешь В виртуальное пространство К своим друзьям Ходить Сможешь А если я не хочу Чтоб ко мне ходили Можно запретить Ну конечно Конечно И Они еще больше Прорабатывают Реалистичность Твоих аватаров Чтобы они больше На тебя были похожи Ну в общем Meta Целенаправленно Движется в то Чтобы развивать Metaverse Что неудивительно Ну да Так это и называется Metaverse Ты расскажи мне Лучше вот что Что там с Ray-Ban'ами новыми Будущее Ой про Ray-Ban'ы Мы еще в конце поговорим Они показали Три устройства Во-первых Новый шлем Дешевый Можно ли запретить С некоторым аватаром Выходить Из их дома Ну в шлемах От Meta Нельзя ходить по улице Потому что у них Камеры Могут Ну ладно Можно В новых можно Но они не сильно удобны Для этого Второе устройство Это Ray-Ban'ы У них уже были очки Ray-Ban'ы С интеграцией камер И якобы Яя Тут они просто Сделали лучше Эти очки В смысле Характеристики Улучшили По факту Эти очки Что у них есть Камеры У них есть Микрофоны У них есть Наушники Ты можешь И ты можешь Через эти очки Общаться С приложением На смартфоне А приложение На смартфоне Уже там делает Разные вещи Вызывает Ассистентов Гуглит Еще что-то делает Все С Ray-Ban'ами То есть Мне просто говорили Что там какая-то Супер-пупер Дополненная Реальность Нет Это не про Ray-Ban'ы Это не про Ray-Ban'ы Ray-Ban'ы Самое крутое Что они сделали Новый Этот Новый Дизайн Для Ray-Ban'ов Технопорн Когда все внутренности Видны Прозрачные Ray-Ban'ы Вот я прям купил Это прикольно С другой стороны Если ты эти очки Используешь Для вещей Про которые мы в конце Поговорим То это не Для шпионства То это не так уж Интересно Они показали Третьим устройством Концепт Концепт Который Не поступит в продажу Еще не скоро Скорее всего Забыл Как они называются Сейчас Может чате мне напомнят Арион Да Мета Арион Это очки Дополненные реальности Причем это не шлем Это реально очки То есть они взяли шлем Они взяли Ray-Ban'ы И они Пытаются совместить Это в одно устройство Пытаются сделать Шлем Встроенный в очки То есть Выглядит Как будто бы У тебя на носу очки Со здоровенными Толстыми Линзами Угу Ну точнее Линзы там не толстые Там Самый большой прорыв Насколько я понял В том что они Очень сильно Проработали над этими Экранами Которые в этих очках Эти экраны умеют Ну они прозрачные Во-первых Во-вторых Они умеют выводить Голографическое изображение Судя по тому И ты их одеваешь И ты как бы Попадаешь вот в эту Виртуальную реальность Которую ты видишь В обычных шлемах Ну так у тебя на голове Не линзы с камерами А у тебя на голове Прозрачные Стекла На которых В которых как-то С помощью суперкультурных технологий Производится картинка Это все очень дорого Поэтому Это пока Портотип Прототип Ну прототип Выглядит еще неплохо Выглядит он Ну Странно То есть это как Будто бы у тебя Очки Которые сидят На кончике носа Между очками и глазами Здоровенное пространство В принципе Такие очки уже есть На рынке Выглядит странновато Качество картинки По крайней мере Потому что Они показывали Хуже чем в VR Но они делают Большую ставку На то что Это те самые Устройства будущего Потому что Тебе не надо Таскать с собой Шлем здоровенный Ты взял эти очки Надел себе на лицо И спокойно работаешь Они автономные Непонятно На сколько там Батарейки сейчас хватает Но у них в дужках Здоровенные батарейки То есть по факту Новый формат фактор Для VR шлемов Плюс они показали Еще Они стебанули Немножко Apple Они много там К Apple делали Отсылок к Apple Vision Но еще бы Все это делают Они показали Что теперь В шлемах И в принципе В операционных системах Под мета Можно работать С виндой нативно И можно выводить Больше чем один экран Из виндой То что Apple Не позволяет Сейчас делать В своих шлемах Можно только один экран Вывести Да Apple Не разрешает К сожалению Ну как то так То есть Не знаю Ну конференция красивая Ну мне нравится Конференция мета Последнее время В первую очередь Потому что У Цукерберга Сменились Пиарщики Пару лет назад И он теперь Выглядит реально Как рептилоид Который Человек А не рептилоид Который изучает Людей Кажется Будто бы он уже Нас изучил Он умеет Под нас мимикрировать Он такой Делает нам продукт Да Приятно его Слушать было То есть Такое Семейного Типа конференция Цукерберг Это будет на лице Написано Как бы ты С пиаром Своим Не крутился А когда Цукерберг Рассказывает Про свои устройства Ну прям видно Что он в это верит Прям приятно Так что Послеживайте За Я послеживаю С удовольствием За новыми устройствами Возможно Мы там скоро Увидим Какие-то Интеграции Яйные Но в целом Ну Они должны Ламу совместить Как-то с С вяром Цукерберг Не может не совместить У него компания Называется Метаверс Он поэтому Все к этому Будет сводиться К единой точке К единому продукту Метаверса 100% А знаешь Леша Кто еще Удивил нас На этой неделе На этих двух неделях Google Я красивой подводки Не придумал К сожалению Да нет Google на самом деле Не сильно Ты удивил как-то Удивил Удивил Тем что Google Не может название Версии выбрать Для своих новых Для своих новых G-mini 1.5 Pro и Flash Ну че Google просто Не стал заборачиваться Выпустили Свои обновленные модели Они у них обычно Просто Ну как и OpenAI Если выходит Новая модель G5.4O Они просто пишут В каком месяце Она обновилась Да-да-да Но у Google Там типа Сильно много Нововведений Типа Короче Они дешевле стали Они стали лучше В бенчмарках И поэтому Сообщество такое А как это мы будем Называть эти модели Не будем же мы их Просто называть G-mini Pro September Ну как-то странно Начали везде писать G-mini Pro V2 Либо G-mini Pro 002 Ну и Google Тоже это начал писать Непонятно Первый это начал делать В общем-то да У них вышли модельки Новообновленные Они Google молодцы Они стабильно держатся В топе лидербордов На втором месте На втором То есть Конкурируют только С OpenEye Догоняют Вот раньше Они догоняли А сейчас Они догнали И держатся Буквально 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 Скажем так Да И Кстати В чате Валера ржет Полтора В2 Типа Это странно Да Да И еще Они раскатили Свою новую Flash На 8 миллиардов Параметров Которая Сильно дешевле Обычного Flash Вообще Сама по себе Дешевая модель Быстрая Для этого И делась Поэтому Она и Flash А тут Они еще Быстрее сделали Еще дешевле В два раза И она Теперь доступна И через API И через Google Студию Так что Молодцы Модельки Я Знаешь У них же Моделях Здоровенный Контекст Я все чаще Слышу Что в разработке Тоже используют Либо Gemini Либо Anthropic Как-то про OpenAI Совсем тише Была до глади Вот только сейчас OpenAI Начал опять подниматься Потому что Один выкатили Но она все еще Очень дорогая Так Google Молодцы Это правда Это правда Ржать Над ними Не хочется А вот про Microsoft Ты вспоминал Microsoft Тоже в этот месяц Немножко За эти две недели Засветился Да Появились новые AI-фичи В Windows Копайл от Vision На секундочку Тот самый Ну как тот самый Тот самый Конкурент Функциональности OpenAI Которую Так и не завезли Пока что Все еще В приложении OpenAI Но уже завезли В Windows Завозят Точнее Это Vision Рабочего стола То есть Ты условно говоря Можешь пообщаться Со своим рабочим столом Да Нет Приложеньки Такого В OpenAI В GPT Еще нету Ладно Вообще Они там завезли Еще пару Прикольных штук Типа голосовое Уголосовое управление Через Копайлот Которое работает Как раз таки На Advanced Моде Что-то GPT Смешном И Sync Dipper Это штука Которая Работает Через Модель О1 И позволяет Типа На сложные вопросы Отвечать Короче Подключили О1 Подключили О1 Ну как бы Все логично Да Это понятно Микроссов тоже Молодцы Они такие Вообще Не мелочатся OpenAI Что-то выпустил Я прям вижу Как они там Сидят Так Так Сэм Я понимаю Что ты хочешь Выложить О1 Но Пока Не интегрируешь В Windows Чтобы Вообще Ничего И в итоге OpenAI сидит Интегрирует Это все В Windows Вместо С командами Винды И потом Когда они Выкатываются Буквально В этот же день Microsoft Предоставляет Все функции Я понял Леша Почему Sora До сих пор Не релизнулась Потому что Условия от Microsoft Что она сначала Должна в Windows Media Player Быть интегрирована И разработчики Просто до сих пор Ищут Windows Media Player Никак не могут Его найти В новой Винде Поэтому Она задерживается Да Или пытаются Разобраться В коде Этого плеера Но как мы знаем Как это Тлен восстановить Сложно Короче У меня Опять придут люди Помнишь Как ты На что-то наругался Квой продукт Microsoft И к тебе Пришли в комментариях И начали говорить Леша А мы этим пользуемся Вообще-то Ничего не знаю Сейчас Придут люди Которые Media Player Пользуются И такие Ай-яй-яй Я Медиаплеер Последний Ладно На Винде На Винде Давно Последний раз Был На Винде В принципе Даже когда я сидел Я медиаплеером Пользовался Наверное Бородатые Девятые Десятые Воды Да уже Стриминги Давным-давно Вошли в жизнь Плотно Ну не Если там Локально Даже киношку Посмотреть Сюда Был КМП Плеер Этот Велси Велси Плеер Да Хорошо Ты угадал Потом Коллайд Кодек Пак В котором Плеер Тоже Свой Да Кстати Там Виндус Медиаплеер Классик Был Внутри Кстати Он Выглядел Как Виндус Медиаплеер С 2000 Винды Да Так что Не знаю Меня только Бесит У Макрософта Что они Везде Капайл Капайл Ну понятно Они торговую марку Не помню По-моему Не зарегистрировались Зарегистрировали Просто Капайл Капайл Ну переименуйте Уже Гитхаб Капайл Вот что-то Ну мне Заколупалось Считать новости Про Капайл Это не про Гитхаб Мне к программисту Интересно Считать про Гитхаб Капайл Когда в сети Появляется Что-то про Капайл Я естественно Думаю Что-то про Гитхаб Капайл И там Про какую-то Очередную Извиняюсь От Микрософта Которая мне Нафиг Вообще не упала Но Это твои Программистские Проблемы Леша Ну серьезно Но Блин Гитхаб Капайл Назовите вы Это уже Не знаю Пэр Программинг Систем Не знаю Что-нибудь такое ППСС Сокращено Гитхаб Эджинс ППС 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 Программинг Систем Да Кстати Про Гитхаб У нас там Новость одна Была Или не было У нас про Гитхаб Новостей Была Давай Была Она просто Что еще Гитхаб У нас в больших рыбах Ну как бы Блин Гитхаб Это же часть Микрософта В целом Да Про Капайл Как раз таки Гитхабовский У них тоже Было обновление Причем интересное Довольно Для разработчиков Будет интересно Если у вас есть Подписка на Гитхаб Капайлот То теперь вы можете Использовать Функции Яйны Прям в браузере На Гитхаб На Гитхаб Сайте Они в сайт Внедрили Капайлот Там прям Появилась кнопочка Справа вверху С иконкой Капайлот На которую нажимаешь И можешь через чат Общаться с репозиторием В пул реквестах Появилась тоже Отдельная кнопочка Где ты можешь Через чат С пул реквестом Общаться По моему даже Его править И в файлах Прям в самих файлах Тоже кнопочка появилась Тоже можешь через нее С файлом общаться И плюс к этому Они добавили Анализ ошибок В Гитхаб Экшенсах И они добавили В принципе Обычный яйчат То есть Про проксию Обычную Копанаяю Через сайт Штука прикольная Я думаю Точнее Сообщество программистов Надеется Что когда-нибудь Они эту штуку Допили до того Что через Расширение В Айдеешках Можно будет иметь Прямой доступ К контексту Репозиториев Ты работаешь В Айдеешке С своим проектом Или там С каким-нибудь Другим проектом И ты просишь У Капайлота Напрямую Прочитать Например Реализацию Какой-нибудь Библиотеки Он пошел В репозиторий Посмотрел Заиндексировал Эту библиотеку И ответил Ну это все К тому идет Если они сейчас Начнут через Веб Капайлот Все индексировать Все в рак Складывать То может быть До этого дойдет Но в целом Приятно В целом приятно Что теперь Ты можешь Многие вещи В том числе Там Сомаризацию пиаров Делать Прямо на сайте Это удобно Красота Слушай Кстати про Гитхаб Немножко Не связано Ну связано С тем Что это про Гитхаб Ты знал Что любой Репозиторий Гита Можно открыть В ВС коде В браузерном Просто рукалицо Я недавно Об этом узнал Витя Рукалицо Ты короче Гитхаб Ком Меняешь На гитхаб Дев И у тебя Открывается Короче ВС код Вести Рукалицо Виктор Ты знал Это да Я тебе Сейчас больше Расскажу Эта штука Появилась Лет 7 Назад Серьезно Ну ладно Мне сейчас кажется По моему Что она появилась Когда я еще В универе учился Но я могу Ошибаться Я точно Про нее Знал Уже Когда Еще В Минске Жил То есть Это как минимум Четыре года Назад Во вторых Это Тебе не только Гитхаб Да Дев Можно прописать Тебе можно просто Нажать точку Какую точку Обычную точку В смысле Обычную точку В смысле Ты заходишь На гитхаб Нажимаешь На клавиатуре На точку И ты переходишь На их сайт Гитхаб Дев Да ладно В тяжел студии Вебовской Да Прикалываешься Подожди Я сейчас Прямо сейчас Поеду на гитхаб Добро пожаловать Да ладно Будь-то Не может Точка Подожди Сейчас А мне наверное Русская раскладка Точка Офигеть Да ребят Самая актуальная новость Только для вас Да Вот это прикол Конечно Да Не давно Не давно Эту штуку сделали Они одни из первых В принципе Выкатили Онлайн Иде Вот это вот GitHub.dev Это одна из самых первых По-моему Самая первая Онлайн Иде Полноценная Которая в принципе Существовала Вот это прикол Да Да И Ну кстати Ты не расстраивайся Ты ни один Кто этого не знает Я уверен Многие слушатели Этого не знают Потому что Юзкейсов Мало Никто Мало кто Работает с гитхабом Через Веб Иде Но на самом деле Когда ты хочешь Посмотреть Каким-нибудь Пол-реквест Либо Посмотреть Зависимости В рамках Репозитория Тебе не хочется Его выкатывать Либо ты там С планшета То Веб-идешка Прям сильно помогает Прям нажал точку И просто пошел Прям интерактивно С подсветками Полазил Посмотрел Что в проекте Куда Вот Более того Через нее Пол-реквеста Можно пилить Тоже очень быстро Если тебя нет Под рукой Идеешки Так что Это красота Я знаешь Я как об этом узнал Мне чувак Сказал Он на айпаде работает Я говорю А как ты код пишешь? Он говорит Ну я почти не пишу код Но если мне надо написать Я просто использую Веб-версию Ну ВС кода Я такой думаю Блин Нифига себе Надо Рехе рассказать Вдруг он не знает Ты знаешь Что из ВС кода Можно еще Поудаленно Подключаться Да? Нет Это я знаю Ну не только Через ВС код В принципе Много через какие Не помню Как это протокол называется Может тщательно помнит Не помню Короче Да сейчас напишет Мне точно 5 человек Напишут Наши программерские Чат Да не туннель Не туннель Что-то там SSH сервер Что-то Не помню Сейчас меня закидают Палками Из ВСЛ Когда ты в винде Работаешь Под винуксом Сейчас ставишь Visual Studio Code Что к файлам На своем Жестком диске Обычном Я вот обычно Получал доступ Через нее Ну считай Да через SSH Клиент обычно Короче Не важно Это все уже мелочи Пошли Я пытался вспомнить Была Как сервер Назывался Для того Чтобы файлы Передавать FTP Нет 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 Или это не сервер Блин Я уже забыл Короче Ты Торрент Поднимал Для того Чтобы обмениваться Файлами Между виндой И линуксом Как это называлось Блин Вить Забыл Самбо Самбо Да Самбо Самбо И это не танец Да Remote Window Это называется Visual Studio Код Хорошо Поехали дальше Дальше у нас Забавные новости Хотя они не забавные Давай с Минстрали У Минстрали Прикольное обновление Про Минстрали Вообще мало чего слышно Последнее время Должны наверное Скоро вот-вот Чем-то выстрелить Но у них Прикольное обновление В том что Они в Европе Они могут выстрелить Еще странно Что они еще живые Да Те в голову Точно Может быть Про них ничего не слышно Потому что Не все команды Переезжают в США Да Возможно В Китай Сейчас Короче у них На их В их опишке В La Platform Появился Бесплатный Тарифный план Вот так вот Эксперимент Называется Да La Platform Напоминаем Эту Да Да Этот тарифный план Прям реально бесплатный Там конечно Много ограничений Но он сделан Для того Чтобы девелоперы Могли их модельки Потыкать Просто посмотреть Как они работают В бесплатном режиме Так что Если у вас Там MiStral Large Вы еще ни разу Не тыкали Можете Сходить Посмотреть И использовать Для своих прототипов Также Они снизили Снизили сильно Цены На свои Модельки Прям очень сильно Там На 50% Для MiStral Nema EpicStral И до 80% Для MiStral Small И для Codestral И кстати Я Codestral Пользуюсь В этом Для Кодовых подсказок В своих Идешках Некоторых Ну в общем Если кто знает Кто знает Очень приятно Кодестал работает И он подешевел Прям очень сильно Ну и еще Они выпустили Новую версию MiStral Small Которая Заточена Под перевод Текстов На разные языки Версия 24.09 Так что Если у вас Есть приложение Коспереводами Тоже можете Завязать С MiStral Все Витя Ты нам Расскажи Как там Дела Нашей самой Стабильной Большой рыбы Да Стабильная Большая рыба Которая Одно время Дышала Наладан Рыба Называется Стабилити Но вроде Они там Выкарабкиваются И все Поменяли И SEO Поменяли И инвесторов Вроде как Нашли И сейчас К совету Директоров Стабилити Ей присоединяется Кто бы вы думали Джеймс Кэмерон Волшебный кролик Джеймс Кэмерон У нас сегодня В чате Был Димедович Просто Ну фотка Я поэтому Запомнил Кто бы вы думали Волшебный кролик Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон Да Это режиссер Если кто не знает Очень известный Он снимал Кто-то не знает Кто такой Джеймс Кэмерон Мало ли Аватар Аватар Терминатор И прочее А Интерстеллар Это же не Кэмерон Да Нет Это не Кэмерон Короче Вот Получается Что будет Стабилити И потихонечку Интегрироваться В киноиндустрию Судя по всему А кто-то там у нас По-моему В прошлом Или в позапрошлом Выпуске Мы обсуждали Что Ранвей Эмэль Я вот пытаюсь Найти С Лайн Лайн Эйдж Или как студия Называется Крупная Лайн Стейдж Лайн Сгейт Лайн Сгейт Лайн Вэй Эмэль Леша В этом В прошлом В этом выпуске В этом Ты гонишь Нет Ты всегда Вот блин Как это я Ладно Тогда Ставим на потом Ну короче В киноиндустрии Идут какие-то сподвижки Джеймс Кэмерон Идет в совет директоров Стабилити И я Нифига себе А в кино-то Зарыто денег Просто уйма Уйма И Раз уж я Проговорил Все про будущее То я сразу Подлиму Это новое сюда Что В то же время Ранвей Который генерит ролики Видосы Из текста Они заключили Сделку С Лайнстейдж Одна очень крупная Компания Которая фильмы делает Лайнсгейт 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 И Там Там они заключили Договор И сказали Публично Для того Чтобы удешевить Производство Фильмов Типа Джона Вика Сумерик И вообще ААА фильмов Из мира кино Да И не просто Удешевить Производство А для того Чтобы делать Фильмы Целиком Там написано Что один человек Может делать Фильмы Типа В один присест Ты прикинь Насколько Вот Это прям Было сильно ожидаемо В кино Если вы Не знаете В кино Для спецэффектов Часто Я прям Разговаривал Со студиями Которые делают Спецэффекты Вот у меня Даже интервью На бороде Было с Максом Из студии 5 Не 5 5 8 8 Которые делают Топовую графику Для Всего Там аватары Все что угодно Он рассказывал Что в кино Это нормальная тема Потратить там Пару миллионов Долларов Из бюджета Фильма Чтобы тебе Для твоего фильма Запилили Специальный Софт Для прорисовки Каких-нибудь Не знаю Волос На теле Какого-нибудь Инопланетного Существа Да Питающую ручку Сделать И прочее Да То есть там Есть куча Аутсорс Например Есть компании Которые лучше Лучше всего Делают воду Или лучше Всего Делают Волос Им дают Ноутсорс Но часто Бывает Что делают Специфичный Софт Под вашу Компанию И там Просто Здоровенные Деньги В это Уходят Во всю Эту графику Уходят Просто Кратные Проценты Бюджетов Поэтому Это был вопрос Времени Это вопрос И я Прямо ожидаю Что сейчас Она дорогая Но она дешевеет С каждым годом Кстати Забавный факт Почему В смысле Визуально дешевеет Ну понятно Марвел вообще Ужасно скачился Во-первых Визуально дешевеет Во-вторых По цене дешевеет Ну вот Сейчас Я им вообще Все дешево Станет Джеймс Кэмерон Будет в одно лицо Прямо Подискафе Прямо Снимая Сразу же в онлайне Делать кино А он мне кажется Тогда я даже Показывать его Никому не будет Он просто Сделает 10 аватаров И будет их смотреть Ну я прям ожидаю Что киноиндустрия Много бабок Начнет вливать В эти компании Это должно позитивно На разработках Новых Сказаться Главное Чтобы они только Их публике отдавали У себя Не зацикливались на этом Ну посмотрим Посмотрим Да Да Что Еще у нас В рыбах Больших Внезапный новый гость Который ни разу Тут не был Да Это Huawei Внезапно Huawei Huawei Который еще не под санкциями Не Ладно Huawei Частично под американскими Санкциями Ну да Новость с этим и связана Весь по-моему Кого только Телекоммуникационное Подразделение Собственно Кому как не под санкционной Компании Засветиться в новости Про Чипы Так как Америка Все еще США до сих пор Прям жестко В отношении Китая Ведет политику жесткую По ограждению Китая От своих технологий От своих Hardware устройств В том числе Процессоров Запрет на продажу Китайским компаниям Чипов В том числе От NVIDIA Китай всеми силами Пытаются Настроить свои Пайплайны Производства Чипов И вот Huawei Выкатили чипы Под названием Астедзент Асцент 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 910 градусов Я не понял Почему 910 градусов Да Он называется Именно 910 градусов По Цельсию То есть Цельс С кружочком Градуса Вот И Это Не самый топовый Проц Ну в смысле Это проц Не какая-то Сота Но тем не менее Он по мощности Сопоставим с NVIDIA H100 Это предыдущее поколение Которое Господи Не Black До Blackville Как он назывался В части Напомните Не Hyperloop А Короче Вы поняли Карточка H100 И в целом В целом Учитывая Что Так режут Взаимодействия Китая и США Друг с другом Я думаю Huawei может Нехилые бабки На этом словить Потому что То есть Они получается Смогли наладить Своё производство Чипов Я правильно понимаю Не ну в смысле Смогли Я уверен Что у Huawei Свои были Производственные линии Просто они были Под какие-нибудь Мобильные процессоры Устроены Вот А тут Они раньше покупали Процессоры Ну да А тут они взяли И сделали Ну Даже если покупали Наверняка Технологии есть Тут они взяли Свои конвейеры Для производства Аналогов Куперов Сделали Учитывая Что в Китае Мы сейчас как раз Делаем разбор книжки Про то Как в Китае Постоят дела С Прогрессом Научным И Ну типа Там как Китаю сказали Что больше вам Карточки не поставляем Китай такой Причём не Китаю Сказали Nvidia Сказали в Китае Не поставлять карточки Китайская Коммунистическая Партия такая Объявляем Народную программу По производству Трофических Ускорителей Народного потребления И все бегут Люди не понять Некиваются Люди не из-под палки Идут А все такие Блин Офигенная возможность Сорвать дофига бабок Чтобы сделать штуку Которая прославит Меня и нашу страну Они там выделяют Денежки Они конкретно Выделяют деньги Они конкретно Выделяют деньги У них Жёсткая конкуренция Причём Причём Конкуренция Между реальными Муниципалитетами Прямо города Борются за то Чтобы компании К ним приходили Делали у них Эти все технологии Поскольку городам Дают за это Большие донации Поэтому я вообще Не удивлён Что в Китае Сейчас Huawei Может развиться И начать делать Процессоры Направо-налево Более того Может они уже Их делают Просто до нас Новости не долетают Ну да С Китаем Тут тяжело разобраться На самом деле Что они там делают Что не делают Самое забавное Последнее Что мы Вот мы слышали Что я слышал Про Китай Это то Что у них копирование Это норма Типа Если ты не копируешь То ты лох Примерно так У нас в мире Если ты копируешь То ты лох А там Если ты не копируешь То ты какой-то лох Ну ты что гонишь Зачем время терять Ну да Скопируй и сделай А потом сделай лучше Уже Логично Логично Что закончили С большими рыбами Да Большие рыбы Ребята На этом все Всего-то 2 часа Ладно Там разгон Еще 45 минут Я уже думаю Что я его порежу Я что-то Что-то я там сильно Сильно много Наговорил А я говорил Что Леша порежет Вот нам Кто это нам Говорил Да Писали Писали Но будет больше стимулов Приходить в чат И слушать в онлайне Вылавливать наши выпуски Чтобы послушать Как я бугурчу Виталия Виталия Надеюсь я правильно Произношу имя Писала нам Добавит ли Леша Все целиком Или не добавит Вот видимо Все-таки не добавит А может и добавлю Вот не знаю Вот ты меня уже опять Склоняешь к тому Байтишь Потихонечку Ладно Перейдем к рубрике Что еще Что еще Что еще Где мы обычно говорим Что еще Что еще Что еще Напоминаем Была такая Модельчка Моши Speech to text Text to speech Она и есть Да мы про нее говорили Если я ничего не забыл То это Был такой Как бы Аналог GPT 4O Где можно разговаривать Разговаривать с моделью И слушать ее ответы То есть типа Speech to text Text to speech Вот И Демку нам показывали Да А сейчас Вышла PDF на большая Внутреннем устройстве Вот И можно Зайти Посмотреть Почитать Как оно там все Посмотреть Все диаграммки Ну там кроме PDF Они еще и Собственно GitHub репозиторий Выложили Постоянно обновляют В котором есть Полностью Вся реализация Ее можно прям Выкачать И запустить в себя Запустить прям Всю эту демку Talk to motion Да Штука очень Быстрая Очень шустрая Так что Если вдруг Кто-то у нас тут Занимается Тексту Спичем То пожалуйста Что еще По разработке У нас По разработке Еще у нас Много шуму Наделал Новое семейство Моделей Под названием Молму Кстати Обратите внимание Я думаю Наши постоянные Слушатели знают Особенно подписчики Твоего закрытого Телеграм-канала Знают Что ты очень любишь Фразу Наделало много шуму Ты очень часто Используешь Ужас Ужас Слово Паразит Дайте шуму Фук Сренек Короче Блин Ну видите Ну что мне теперь Будут думать Про это Короче Молма Мультимодал Open language Модел Шумело Шумело А что на деле Получилось Непонятно Пока что Непонятно Пока что Люди пробуют Но я себе Не скачивал Моделька От компании Сиэтла Под названием А12 И они Сделали модели В нескольких Версиях Микшер Фэксперт На 7 миллиардов Параметров Из которых Там полтора Короче Не важно Не хочу углубляться Там есть эксперты И у них Полтора миллиарда Шаренных параметров Выпустили Две модели На 7 миллиардов Параметров И модель На 72 миллиарда Параметров Прикол в том Что они Сделали Свой особенный Датасет Он называется PIXMO И эти модели Они все Мультимодальные Вот Open source Мультимодальные Ведь вот тебе Пожалуйста Еще одно Да только сегодня Об этом говорили И значит Для того Чтобы их Мультимодальности Обучить Они выкатили Датасет Который тоже Можно скачать Правда Для него Нужно будет Запрос подать Чтобы вам его Выдали Называется PIXMO Pixels for И собственно И собственно Самая большая новость Вот в этом Датасет Не новость А самый большой Прикол В этом Датасете Он прям Интересный Потому что Модель на 72 Миллиарда Параметров И одна Из 7 Миллиардных Параметров Миллиардных Моделей Параметров Они сделаны На основе Queen 2 Это Либо Башная Модель Опенсорсная То есть Они взяли Ее архитектурку И ее обучили На своем Датасете И получили Мультимоделку А маленькие Модельки Которые Mix of Expert И вторая 7 Миллиардная Модель Они сделаны На их собственной Архитектуре И собственно Вот про эти Архитектуры Про то Как они эти Модели Обучали У них вышла Еще и Пейпер Целая Бумага Целая Которая Достаточно Интересная Можно Почитать Пошумели Они Потому что В бенчмарках Нехило Показали Себя В результатах 72 Миллиардная Модель Сравнялась По Результатам С ламой 3.2 На 90 Миллиардов То есть Параметров Меньше По бенчмаркам На одном Уровне Местами Даже Догоняет Топовые Закрытые Модели А Самая Младшая Модель Которая Смесь Экспертов По Качеству Распознавания Изображений Смыслов Изображения Сравнялась Тем самым GPT-4V Который На салфетке Сайт рисовал С первой версии Закрытой модели Круто Так что Прям прикольно Я Не знаю Я делаю ставочку Что если ребят Все попрет Если их заметят То это будет Еще один мистральчик Такой знаешь Небольшая компания Которая делает Свои модельки Ну которая прям Значительный вес Имеет Во всей ей сфере Ну надеюсь Что Замечательная Компания Будет Дальше Делать Много Шума Вот Питя Хватит Меня троллить Ладно Все Короче Давай Придем К следующему Игроку Что еще Какое-то Время Назад На бенчмарках Появилось На Имидже Генерируемых Бенчмарках Тексту Имидж Появилась Модель Черника Господи Как это Был Блэкбери Блэкбери Да И она была Анонимизирована То есть она просто Называла Черника И все И Рисвала она Очень хорошо Настолько хорошо Что обогнала Вообще И Миджорни И Далли И все остальное Ну Далли Ладно Любой сейчас обгонит Блэкбери Блэкбери А Блэкбери А может Я не знаю Валера пишет Блэкбери Блэкбери Наделала Много Шума Там так и было написано Черника Транслитом Короче Всех Обогнало И все такие Хм Кто же это такой Тестируется Неужели Новый Миджорни Или Неужели Новый Далли Оказалось Что это Блэкфорест Лабс Выкатили Свой флакс 1.1 Про Оказалось Что это новый флакс Ничего Оказалось Да Что это новый флакс И Мало того Что они Обогнали Вообще Всех Кого только Можно обогнать Нормально Так обогнали Своей черникой Так они еще Сделали то Леша Что Не делает Миджорни Уже десятки Сотни Миллионов лет Лет Они Апишку запилили У Миджорни Реальной Апишки нет до сих пор Нет Нету Апишки Слушай Я когда Я сегодня думал Что может Миджорни Уже вообще От того Сдохли Ну в смысле Умерли Нет Они Вполне Себе работают Но Откуда бабки Не знаю Не отчитывались Вроде пока Надо кстати Поизучать Может и отчитывались Да Black Forest Лаб Апишку запустили Причем они сначала Апишку запустили А потом выкатили Свой флакс 1.1 Про Но это Логичный мух Потому что Во первых Апишку от них ждали У них есть Три версии модели Флакс Точнее У них есть Первое поколение модели Флакс Точка 1 Существующая В трех версиях Первая Не помню Как называется Вторая Дев Третья Про Первые две версии Они чуть менее мощные Доступны в опенсорсе Про версия доступна Была только через их партнеров Соответственно Они сделали Апишку Чтобы про версия Стала доступна Через апи Ну и еще Они там раскатывают Достаточно недорого Дев версию Флакса Одна генерация В Флакс 1 Стоит Пять центов С дефолтовыми Параметрами То есть если вам надо Сгенерить картинку Например большего размера Либо с какими-то Дополнительными настройками То это будет дороже Чем пять центов А для Опенсорсной версии Дев Апишка стоит С любыми настройками Три цента за картинку И После этого Они выпускают Флакс 1.1 Про Который доступен Только через Апишку И партнеров То есть им нужно было В любом случае Апишку выкатить Да Что интересно Я не знаю Почему так Флакс 1.1 Про По всем бетчмаркам Но он Он сильно лучше всего Хотя на глаз Честно говоря Я уже забыл Я уже перестал Отличать где что Потому что Ну все настолько хорошее Что ну прям Вообще да На самом деле Уже очень тяжело Но Флакс 1.1 Про Он лучше чем Флакс 1 Флакс 1 Он лучше По бетчмаркам Чем предыдущая версия Но стоит дешевле Вот Это прям прикольно Мы примерно То же самое Кстати с G5 Видели G5 4О Лучше G5 4 По крайней мере Сейчас Но G5 4 стоит дороже Это уже устаревшая Пишка считается Тут наверное То же самое Потому что Одна генерация Во флакс 1.1 Стоит 4 цента А это как бы Много Это на 20% меньше Там 5 центов А тут 4 цента Вот Можно заменить Можно заменить Можно заменить эту фразу На шумели Много про них говорили Две недели Много про них писали Очень сильно Привлекла Спасибо Валера Привлекла Внимание Blueberry И в итоге Это оказался флакс Я немножко Я немножко Даже расстроился Потому что Я думал Что там будет Что-то Вау Я бы хотел Чтобы по По наив Вспомнили Блин Что у них Есть этот Сраный Даль И извиняюсь И обновили Его уже Наконец Они бы могли Просто Этот Опенсорсный Флакс Туда поставить И оно бы уже Лучше Работать Хотя бы уже Stable Diffusion Или Stable Diffusion Но Я вот Когда смотрю На все эти Диффузионки Мне кажется Диффузионки Настолько уже Все хороши И имея столько Разных Опций И функций Там Zoom Расширение Что это уже Не технология А Точнее Это уже Технология Которая полностью Вошла В стадию Имплементации Там уже Лучше Нечего Придумывать Просто Сейчас Бери На ее основе Делай продукты Внедряй То есть Кажется будто бы Ей двигаться Дальше Некуда С ЛМками Там дофига Еще маневров Можно делать В программировании Можно бесконечно Улучшаться В Reasoning Бесконечно Улучшаться А в картинках Ну куда лучше Уже Все Придумали Ну что Все Максимум Крутые Картинки Оно делает Разве Что Осталось Чтобы твою Фотографию Поставляла И делать Твои фейковые фотки Ну там На самом деле Можно еще Долго Ниже Сейчас Конкретно Миджорни Работает Сейчас Уже На бэкграунде А я думал Надо фишкой Да фигушки Фигушки Ничего Еще Еще Пошумят Еще Пошумят Еще Пошумят Еще Наделают Нойза Ладно Двигаем Дальше Notebook ML Вы права Про него Рассказывали Это сервис По генерации Подкастов На двоих От гугла Который делает Это супер Круто Даже лучше Чем advanced Mod От Chat GPT Внедрили Опцию Делать Подкасты С аудиофайлов И с видео С ютуба Вообще Notebook ML Не только Аудиогенерация У них там В принципе Сервис для работы С заметками В том числе И со звуковыми Теперь туда Можно просто Ссылку закинуть Например Нашего выпуска На 3 часа И он тебе сделает 20 минутную 10 минутную Саморизацию На двух ведущих Очень крутую Я тебе прям Скидывал Некоторые примеры Красота Леша Красота Просто Вот Кажется себе Что у нас Много воды В подкасте Да Закидываешь Ноутбук LM О, LM, да Ну Я закидывал Наше с тобой интервью И он его прям Классно саморизировал Я такой Ничего себе Да, я даже послушал Я сам интервью Не слушал А это Я тоже залип Причем мне интервью Тоже нравится Но я залип Я такой Нифига себе Про нас рассказывают Какие-то уважаемые Успешные люди Из Америки О, ничего себе Да А потом Я закинул Наш предыдущий подкаст Где мы очень много Про О1 говорили И он Короче Он основные новости забрал Там 10-минутная выжимка В которых были основные новости Но он Всю половину первую Рассказывал про то Что мы GPT-5 Образливали Не знаю почему Запутался Бедолага Мы вроде даже не говорили GPT-5 Не говорили по-моему Но мы периодически говорим Про GPT-5 Леша Мы его даже Уже тут анонсировали Разок Ну в общем-то Сервис Ноутбук LM Он наделал шуму Произвел фурор Вызвал большой резонанс Создал ажиотаж И привлек Много внимания Теперь он еще Умеет и Ютуб видео И аудиодорожки Саморизировать Так что пользуйтесь Наздоровится Наздоровится А знаешь Кто еще Умеет привлекать Внимание Это всякие Разные нейронки И сервисы Которые генерируют Видео Ох Сейчас развелось Просто Они как раз Про всех примерно И поговорим Runway ML Мы уже говорили Что у них Сделка с Lionsgate Теперь есть И они будут Участвовать В киноиндустрии В продакшене Также они Анонсировали Апишку К Имучиту Видео и тексту О, это круто Это круто Да-да-да Пять центов За одну секунду Видео цена Пока что Выставила Ну, в принципе Это получается Сколько? За минуту Шесть долларов Да Не-не-не Подожди Пять центов Десять секунд Это Двадцать секунд Это доллар Три доллара За секунду Получается Ой, за минуту Вот как у нас Цена упала В два раза Видишь Три доллара За минуту Только это Нормальная цена Да Есть, правда Один нюанс Во-первых Доступ к Апишке Просто так не получить Тебе сначала Нужно ее одобрить Во-вторых Ты обязан На своем Продукте Разместить баннер Powered by Runway Воу Ну, по-моему То ли мы в прошлом выпуске Говорили То ли где Что у У Клинга По-моему Тоже Апишка запустилась Я не помню Наверняка мы в прошлом выпуске Говорили Которые не надо ставить Эти ватермарки Ну Как есть Ну вообще Странно Как они это проверять Собрались Вот я нагенерил видео Вот мы сделали Мы Котлин фильм Только сгенерены полностью Да И где нам этот ватермарк Ставить Они хотят Чтобы мы ватермарк Ставили на сайте На веб-сайте Такой У нас нет веб-сайта Ну Здесь Имеется в виду Скорее всего Сервисы Которые будут Перепродавать Тихопишку Я думаю Как Ну То есть Чуваки Например Придумывают Стартап Делать видео Где наши с тобой Головы танцуют Да Ты платишь доллар И смотришь на нас С тобой танцующих И вот на этом сайте На таком сервисе Должна быть ссылка Powered by Runway То есть Если ты сам это Сделал То типа ссылки Никакой не нужно Да Наверное да Если я правильно понял Угу Угу Ну окей Допустим При этом Да Я вспомнил Кто у нас Тоже имеет Опишку И может говорить Я только не помню Было ли это в прошлом выпуске Да я быстренько проверю Нет Не было Luma Labs Можем их сразу Следующими взять После Runway Да Ладно Давай наверное Про Runway Все расскажем Потом Лuma Labs Противопоставление Так Собственно говоря Осталось Это что Рассказать про Runway Про Gen 3 Alpha Video to Video Да Ну вот Ну Ну собственно Просто функция Ну как просто функция Она неплохая функция Это заливаешь видео С собой бегущим Потом можешь Себя бегущего делать Не знаю Бегущего динозаврика Или еще кого-нибудь Да Или робота То есть Это прям очень крутая штука Открывающая кучу возможностей Для CGI И я думаю Это одна из первых вещей Которые будут использовать Line Gate Ну скорее всего Ну скорее всего Да То есть тебе не надо трекать людей Например С этими Со всеми Датчиками И всем остальным Мне почему-то сразу вспомнился Камбербенч Который Дракона озвучивал В Не в Гарри Поттере Как Амбербенч В Гарри Поттере В этом Во властине колец Да по-моему С Моуга В Хоббите Да 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 И этот И вертикальные картинки Это прям Тейк-тейком Ну Почему ни один из этих сервисов Вертикальные картинки не верил Если по факту Короткие видео Это же в дел ТикТока Ну да кстати Тут Ренвей молодцы Ну еще шортсов Всяких Ну да 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 Вот А Luma Labs Которые по факту Занимаются примерно тем же У них тоже несколько Нововведений Во-первых В Dream Machine В своем сервисе В котором они предоставляют Все свои услуги Они тоже запустили API И этот API позволяет Также использовать видосы Стоит это дороже Чем у Ренвей 4 цента за По-моему дороже получается 4 цента за 5 секунд Ой 40 центов 40 центов Не 4, а 40 То есть там у нас 5 центов за одну секунду Это получается 25 центов за 5 секунд А тут 40 центов за 5 секунд Но зато не надо Никакие ватер-марки ставить Никаких таких глупых ограничений нет Плюс по моим личным ощущениям Luma получше генерит видосы Чем в Ренвей Ну это наверное от промтова зависит И еще они расширили свой функционал На сайте в опишке До 20 секунд Теперь можно генерить видосы В Ренвей по-моему Это 10 секунд максимум А в Luma 20 И это тоже прикольно Потому что больше консистентность И как бы 20 секундная сцена На самом деле для киноиндустрии Это по-моему стандарт То есть если это не длинные монологи То обычно в кино сцены Длятся не больше полуминуты Они должны меняться Даже чаще Это не очень считая Честно говоря Как часто там должны Эти монтажные склейки происходить Это мне по-моему Кто-то из моих знакомых Может Артурчик даже рассказывал Что в принципе в фильме В среднестатистическом Примерно раз в 10 и 30 секунд Должен меняться кадр Для того чтобы держать Ну я думаю Что это еще от режиссера Зависит Да-да-да Понятно 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 Если это фильм про то Как ты в гробу лежишь И выбираешь Из него полтора часа Кстати классный фильм С Дэдпулом То может Там конечно будут более длинные Мистером Бистом фильм Нет Ты не смотрел Очень крутой фильм Сейчас только надо вспомнить Как он назывался Давай Чаджи 5 Спросим Гроб Дэдпул Кладбище Что за фильм Ага Гроб Гроб Кладбище Пиши Что за фильм Кстати Я не помню Но по-моему Я в этом подкасте Уже его упоминал Это чудесный Пример фильма Погребенный Называется Спасибо Чаджи 5 Чудесный Пример фильма Где все полтора часа Ты наблюдаешь за тем Как человек Лежит В закопанном гробу Все полтора часа Он просто пытается Из него вылезти Имея то что у него есть Вот фильм прям начинается С того что он просыпается там Ну и заканчивается Кое-как И очень классная съемка Там снята Сбоку Сверху И с точки зрения Главного героя И все Но это смотрится Просто на одном дыхании Прям класс Блин Знаешь еще Ты мне вот сейчас Сказал про этот фильм Я вспомнил Есть фильм Который тоже смотрится На одном дыхании Он тоже снят По сути одной камерой В одной комнате Весь Давай Не будем про телепузиков Это не для нашего подкаста Я про Extended версию Хотел рассказать Подожди Зеленый слоник Тоже не для этого Случа Если что Кстати Зеленый слоник Между прочим Тоже снят в одной комнате Тоже с малым количеством склеек Прошу заметить Новаторский фильм Фильм называется Виновный Он про оператора 9.1.1 Там играет этот Господи Ну есть версия Джиллен Холлом Джиллен Холлом Да Вот я смотрел Но это ремейк Я рекомендую смотреть Датскую версию 17-го года Она лучше Слушай Она даже Джиллен Холлом Офигенская Ну да Я согласен Но мне оригинал Больше понравился И есть очень похожий На Виновного Фильм Я правда не помню Как он называется Года два назад вышел Про военного Который дроном управлял И Там в общем Замут в том Что Где-то война Американские солдаты Один солдат Дамбу взрывал Типа Да Да Солдат попадает В передрягу И там чувак Оператор дрона Ему помогает Да Видел Видел Когда Но виновный Это Конечно Если это боевик То виновный Это прям психологическая драма Да И причем Реально Просто Тебе всю дорогу Показывают Лицо чувака Которое Просто оператор Службы 9.1 Оторваться невозможно В общем Ты датскую версию Советуешь Понял Да Я советую датскую Валера пишет Аватар Про оператора В дроне Ну да Кстати Есть В каком-то смысле Так Что у нас еще У нас еще Пика-пика Лапс Выкатили Версию 1.5 Это Генерация Видосов Если что Они Редиски Просто Трендер Прокачали Физику Возможно Вы видели Вот эти вот Видосы Которые уже Стали мемными Где чувак Берет какой-то Объект Руками Бегемота Например Да И комкает Его как Пластилин Это типа Пластилин Или там Стоит туалет И этот туалет Давят прессом Разрезают ножом Будто бы это Торт Сминают Будто бы это Пластилин Выглядят Эти демки Офигенно Я пикой Первой версии Пользовался И она Фиговая В смысле Она хуже всего Что было Вот такие Не самые лучшие Результаты Выдавала Пика Но Они редиски Потому что Они выпустили Полторашку Показали Крутые Примеры И что ты думаешь Я зашел В пику Лапс Попробовать Мне там Вышло Окошко Типа Попробуйте Введите Промт Бла-бла-бла Ввел я Промт Три дня Назад И мне сразу Написало Мы испытываем Большие нагрузки Прямо сейчас Заапгрейдитесь На уровень подписки Какой-то там Чтобы получить Я такой думаю Ладно Я подожду день Я думаю Я подожду денек Через денек Нажимаю То же самое Генерировать А не опять У нас Нагрузки Я думаю Блин Ну ладно Может два дня Хайпа Сегодня захожу Проверяю Смотрю Так У меня бесплатный Аккаунт Смотрю Ага Вот у вас Написано Что пика 1.5 Доступны Для тестирования Есть у меня Кредиты Ввожу И мне тоже самое Пишут У нас нагрузки Заапгрейдись Ну блин Ну это прям Там в общем Скорее всего Просто на фронтенде Это сделано Даже без проверки Скорее всего Скорее всего Ясно Понятно Ну Не хочу А платить им 10 баксов Чтобы просто попробовать Такие ребята Хотят денежек Так и последнее Про видео У нас на сегодня Чувак Дэйв Кларк Выложил Другой Кларк Если что Выложил Кент Я про другого Я про другого Вообще имел ввиду Ладно Выложил Пятиминутный фильм Артур В твитт Да Я про Артура подумал Выложил в твиттер Пятиминутный фильм Под названием Батальон Казалось бы Что фильм должен быть Про Вторую мировую войну Но не совсем Так же Нет Ну Не в том смысле В котором мы обычно Думаем про Вторую мировую войну Он про 320 батальон Короче Который там Где-то высаживался Когда-то В общем Ну Не суть В чем прикол Чувак нагенерил На Миджорне Картинки С помощью Runway И Eleven Labs Их оживил Все это вместе склеил Получилось Пять минут В 4К И это типа фильм А И звуки он с музыкой Еще нагенерил Я его посмотрел И честно тебе скажу Не понимаю Чего это вообще Лежит у нас в новостях Раз лежит Мы рассказываем Ну потому что Это ничем не отличается От других фильмов Которые Чего Во-первых Нет Покажи мне хоть один Другой фильм Который такой же по качеству Мне такого полно Он просто оживил картинки И просто их друг за другом Да здрасте Витя Блин Ты видел вообще Ты никак еще Не смотрел Там диалога ни одного Нет Я посмотрел Он у психолога сидит В диалоге Ты чего Ну там просто Вот эти вот ожившие Типичные картинки Когда Миджорне оживают Вообще С тобой не согласен Вообще Вообще Просто Полностью Я с тобой не согласен В этом Это офигенный фильм Во-первых Он использовал там Дофига разных сервисов Не только Клинку он использовал Точнее не только этот Кого-то там сказал Не помню Блин У меня Моник Начал выключаться На моей злости Подожди Не только Ранавей Да ёп Простите Три раза Моник вырубил все Он там еще Использовал И Клинк Он использовал И Люма Лапс Он использовал И Хайлу Сервис Про который мы сегодня поговорим Который тоже Видео Он все использовал Что только можно Во-вторых С точки зрения фильма Фильм начинается Я когда начал его смотреть Первые кадры Во-первых Они очень все динамичные Это прям круто Потому что Просто оживить картинку Мы помним Как это бывает У тебя один глаз моргает Второй не моргает И Что-то там Волос шевелится На бороде И все Тут офигенно Динамичные Сцены Например Высадки Этих Военных На море Вот этот Открывающий кадр Я смотрю Такой Думаю Нифига себе В Дюнкерке Все то же самое было Ну типа Один в один Кадр из Дюнкерка Я конечно Леша Сомневаюсь Что после этого Выпуска У нас останутся люди Которые будут Оставлять нам Комментарии Под видео Но если вдруг Таковые будут То встание Нас рассудят Ребят Посмотрите пожалуйста Фильм батальон По ссылке Напишите как вам Смотри Я понимаю Он выглядит как Аишный Бесспорно Он выглядит как Настоящий фильм Но там Куча косяков Которые обычно Ну то есть Обычно Фильм Айин Это что это Склейка Пятисекундных Друг на друга Непохожих сцен Тут эти сцены Часто где Сливаются В единый сюжет Даже главный герой Он пусть не везде Сам на себя похож Но во многих сценах Он похож сам на себя То есть они даже Как-то промтом Затюнили Это все так Чтобы главный герой Был похож на себя Самый большой кринж Там сюжетная линия Делится на две части Чел приезжает к психологу Он военный И он рассказывает Что с ним произошло И вторая часть Это визуализация Того что с ним произошло Вот там где он сидит У психолога Да Там много кринжатина Потому что там Как бы диалог показывается И там рот не совпадает Мимика лица Неестественная Но извините меня Там где военные сцены Там где он под водой И в него пули стреляют Он под водой Все эти пули наблюдает Это просто офигенно Это уровень генерации Блин Лучше чем Марвел Современный Нет Оно красиво Оно красиво Просто ну По-моему Это не то чтобы Какая-то уникальная штука Ну по-моему Он показал этим Что Во-первых Он это сделал один Он это сделал за неделю И он это сделал За собственный бюджет Там я думаю Баксов 100 На это потратил Если на это потратить Условных там Несколько миллионов долларов Команду И целый месяц То можно сделать Дюнкерк Вот-вот-вот Примерно такое Блин я тут Кстати об этом Я Пересматривал С женой Дудя Она у меня Дудя Вообще не смотрела И я ей показывал Интервью Которое мне больше всего нравится И одно из интервью Которое мне нравится Это интервью С создателем Масяни Олегом Куваевым Которое я не смотрел Кстати Оно очень милое В общем И он там Говорит Это Оно было снято В 2021 году Или в 20-м даже Короче Ну давно И он там Говорит Что типа Ребята А знаете Он вообще Один рисует Эти мультики Да Он один в команде Говорит Что будущее За творцами Одиночками И очень скоро Появятся сервисы Которые позволят Типа творцам Создавать в одиночку Типа Произведения То есть будет Вот один творец Одно произведение И вот так и получается Хотя тогда еще Не было яичных сервисов Когда он об этом говорил Ну посмотри Валера скинул Абстрактный ролик Рекламы Диора Или вспомни Ролик Мы с тобой уже По-моему даже Обозревали Где-то Рекламы Вольво Угу Ну так Ну там это Абстрактный ролик Под музыку А тут это Попытались свести Под сюжет В котором есть Голос И есть рассказ И это достаточно Неплохая попытка Я так считаю То есть Вы точно Это точно не Супер крутой фильм Голливудского качества Это не День независимости Вообще нет Это не Дюнкерк Нет Но это презентация Возможностей Когда один человек В одно лицо за неделю За сотню Несколько сотен баксов Сделал что-то Что в принципе Можно было бы показать На какой-нибудь Среднестатистической Там Конференция Как это называется В фестивале? Да В среднестатистическом Фестивале Короткометражных Средних фильмов Почему нет? Ну да Кстати жду Фестивале Я иных фильмов Думаю Скоро будет В общем Тебе батальон Не понравился? Нет Мне он понравился Я просто Не понял Что это Что-то уникальное Мне казалось Что я такое Уживител Просто Поэтому И тебе Даже не показалось Что некоторые кадры Прям вау киношные Некоторые кадры Вау киношные Да Так этого достаточно Но я именно Из-за этого И поразился Да Как цельный фильм Я его не рассматриваю Но то что Много кадров там было Прям киношных И они Межились между собой Меня вот это поразило Не Он Он хороший Он хороший Мне кажется Что там еще фильтр Конечно Какой-то был наложен Чтобы это все Выглядело в одном стиле Там условно Это старая пленка Ну В целом Неплохо Но это тоже могло быть Сделано Кстати Какой-нибудь нейронкой Ну Я тебе так скажу Для наших Следующих документальных фильмов Мы слегка теперь Можем делать графику В таких сервисах Мм Идеалити Переходим к нашей Постоянной Рубрике Единственная рубрика Которая у нас была всегда Кроме больших рыб И что еще И сервисов И ссылок Короче У нас все рубрики Постоянные Кроме этики Это закон и порядок Закон и порядок Подожди В смысле Я не понял Что это за бревья Была все постоянные Кроме этики Этики у нас Один раз не было У нас закон и порядка Тоже так-то часто не было Разве? Да Короче Забудьте Что я говорил Закон и порядок Тоже не постоянная рубрика Короче Закон и порядок Я бы сказал Что у нас сегодня Закон и порядок В Калифорнии Вот так вот Закон и порядок В Калифорнии Ой, слушай Это как спецвыпуск С Чаком Норрисом Влетаем сразу С двух ног Губернатор Калифорнии Наложил вето На закон СБ 1047 Это тот самый Так называемый AI-акт Только Калифорнийский Который пытались Принять В штате Калифорния Для того Чтобы регулировать Деятельность AI Компаний И стартапов Под него Подпадали все модели Которые обучались Дороже Обучение Которых использовалась Сумма дороже 100 миллионов Что практически Равно всем моделям Кроме Грука Кроме Грука Да Вот И предполагалось Достаточно серьезное Регулирование В том числе Этому проверки На безопасность И возможность Откладывать релизы И прочее Прочее И вот Было наложено вето Хотя закон был принят Парламентом штата Мне стыдно Признаться Но Да Мне очень стыдно Признаться Но когда я эту новость читал Ты подумал Что это Арнольд Шварценеггер Да нет Ну ладно Нет Это уже пройденный этап Мы с этим уже с тобой разобрались Я такое сижу И думаю Так Ветировал закон Ну так Правила вето Это когда один может Перебивать всех А ты поэтому написал В скобочках Заблетил В сценарии Я забыл Ну типа Вето это Вот ты мне как историк Расскажи Что такое правило вето Право вето Право вето Это право Собственно говоря Наложить свой запрет Запрет А у меня почему-то В башке сидело Что право вето Это просто право Единовластно Давать решение Не только запрет Ну типа Ты можешь Единовластно сказать Что Ты можешь сказать Что согласен Либо не согласен Короче Я сижу и думаю Ветировал Но ведь это может быть Как согласился Так и не согласился И потом пошел Гуглиц такой Боже мой Какой я Мох Ты анонсировал Что я историк Хотя это не совсем так Но Ну из нас двоих Ты историк побольше По-моему Это еще С римского Пошло Сената Вроде бы Право вето Слушай Ну хорошо Что я ветировал И Там К бабке Не ходи Другого варианта Быть не могло Потому что Все в силиконовой долине Большинство сидят В силиконовой долине Это был бы выстрел Себе в ногу С одной стороны С другой стороны Там уже везде Полканов Посадили Там в принципе Ветировать Ничего не надо Все и так Подконтрольное Ну да Вот Второй закон Защищает наследие Умерших артистов Приняли законопроект 1836 Почти 18.02 Ну Шуми Кто понял Тот понял Который запрещает Использовать Цифровое кольцо 17.03 Да Ну вообще И 0.2 тоже был Ну это так Пародия по-моему Умерших артистов Голоса Запрещающие Использовать Собственно Ничего такого Цифровые копии Умерших людей Без их согласия Нельзя будет В Калифорнии Использовать Без их согласия Без согласия Родственников Да Давай так Потому что И согласия Сложно получить После смерти Зато я знаю В какой стране Это будет работать Ровно наоборот И любой умерший человек Будет жертвовать Свой голос Для Иая В Беларуси Конечно Когда там Иая И появится Через лет сто Это Если кто не понял Это было сложно Отсылка на то Что в Беларуси Любой гражданин Является Посмертным Донором органов По умолчанию Да Только если Ростовники Не подпишут Отказ Да Или человек При жизни Подожди А завещание Разве до Обследования Морги Зачитывается Я не знаю Где зачитывается Обещание Но ты можешь Отказаться При жизни А При жизни И многие считают Что это так классно У вас Значит очереди Маленькие На транспортологии Все такое Нет У нас очереди Как раз таки Больше чем у многих Зато вот Медицинский Медицинский Туризм Почему-то в Беларуси Развит из-за этого За денежку Продаем Нет Кстати Во-первых Давай так Мы не будем Обзуждать эту тему Но я только скажу Что я за такую практику Да Безусловно Если она работает нормально То это конечно Тебе-то оно уже зачем Да На то мы закончим А что это ты так слился С этой темой Витя Что-то не понял Тебе что-то изменилось Ничего мне не изменилось В какую сторону ветер дует Я не понял Ладно Ладно Давай дальше Наука и техника У нас сегодня тоже маленькая Наука и техника Да Короче Есть такая тема Называется Геоглифы Наска Честно скажу Мне пришлось гуглить Перед тем Как готовиться К сегодняшнему выпуску Не слышал никогда Ну я про них слышал Не знал Что они так называются Геоглифы Наска По сути Это круги на полях Только в пустыне Это громадные Громадные Глифы Блин Не в телеграме Да Тупого юмора Геоглифы дурова Были бы Да Короче Это громадные Круги В пустыне Которые Вот Высечены На пустынных полях Которые Видны Прям Ну С высоты Прям круги Потому что не только круги Ну фигуры Разные фигуры Глифы Разные глифы Короче Вот Они называются Кто играл Кто играл в этот В Не важно В Сапера В Сапера Нет В Ингресс Фанаты Ингресс Напишите комментарии Как вы Сколько вы Глифов разгадали Какая у вас Медалька Там золотая Платиновая Да Кто не знает Леша Большой фанат Ингресс И геоигр Вот Их достаточно много Известно Этих глифов До сих пор Там толком Непонятно Для чего Их делали Потому что Когда их делали Самолетов Вроде не было Много есть теорий Но тем не менее Вот И Ученые с помощью И смогли Обнаруживать Эти глифы чаще Разгадали Плюс 300 новых глифов Вот До этого Находили Примерно По 18 в год А сейчас Бах И 300 Там прикольно Что Эти глифы Сложно было И по спутниковым снимкам Находить Ну Визуально Визуально Так-то Я так понимаю Что ЛМки Как раз таки По этим снимкам И по всяким Другим снимкам Их и находили Они компоновали информацию А люди Не могут же Компоновать Кучу всего И Для того Чтобы обычному Ученому Найти такой глиф Им по факту Нужно было Сначала Прикинуть В какой местности Он может быть По заметкам По слухам По еще Каким-нибудь Приметам Потом Арендовать Самолет Вот Например К Вите Обратиться Если Вдруг Нелегально Хотят Давать Самолет У него Просто Пока Нет Рецензии Но В целом Он мог Повозить Полетать На самолете И посмотреть На эти глифы Самолета Потом Зарисовать И Задетектировать Вот А тут Прям Их было 18 штук В год А тут Прям 300 Из забавного 300 Определенных Геоглифов Это По-моему Там числе Не в два раза А может и больше Чем вообще В принципе Их существует То есть Очень много Их новых Добавилось И за счет того Что их много Новых Появилось Они смогли Ученые Смогли паттерны Кое-какие Определить Появление Этих глифов В частности Они смогли Предположить Что там Глифы С изображением Человека Появлялись На каких-то Путях Хождения Этих народов Обычных А какие-то там Глифы То ли с животными То ли с кем Появлялись На путях Торжественных церемоний Таким образом Прикольно Прикольно Взяли вот Количество Мы начали Новые теории Выдвигать И все это Благодаря Компьютеру Вижну Считай нейроночком Мне прям Нравится Такое Вообще Посмотрите На эти глифы Там такие глифы Есть конечно Люди С квадратными лицами Ну да Там всякие Человечки Там либо Либо курили Либо реальные Инопланетяне На эту землю Прилетали Инопланетянам Делать больше Нечего Либо первое Либо одно из двух Да Про науку И технику Наверное все Там еще было На самом деле Пару презентаций Роботов Но они были Такие Не сильно Большие Ой ты надоели Уже Своими презентациями Роботов Да Уже Хайп какой-то Да Сервисы и ссылки Давай Пырик Пробежи все Давай Пробегись Разработка Два сервиса По разработке Во-первых Появилась Точнее Хайпанула Новая Идеешка AI First Для разработчиков Это Идеешка Ничего нового Построена на Visual Studio Плюс они туда Интегрировали Continue Штуку Для запуска AI-ных вещей Хайпанула Она почему Потому что Ее сделали Два парня Азиата Один из них Блогер Они оба Студенты Не студенты Они оба Учились на Computer Science Они попали В AI-комбинатор С этим проектом И Записали Короче Вот Супер Молодежный Ролик Про то Как они шли К в AI-комбинатору С этим проектом Там 11 чуваков Он еще блогер У него 220 тысяч Подписчиков И он записал Знаешь Ролик в стиле Влада Тена Где он с микрофоном Стоит На каком засратом Тоне Рассказывает Рассказывает Свою историю И куча каких-то Знаешь Таких резких Вставок Перебивок Вот это вот все Прям Прям прикольно Похоже на Влада Тена Да Да И Может быть он кстати У них ментор Я не знаю Ну про этот пир Я слышал Что это Читомчит ли не форк Этого вашего курсора Так курсор тоже же форк У Visual Studio Code Понятное дело Вот и все А они взяли Просто Visual Studio Code Тоже Visual Studio Code И Continue Это плагин Который позволяет AI-фишки внедрять То есть Там разница небольшая По функционалу Они сильно меньше Чем курсор У них много чего нету Но у них есть Как говорится Молодость И дрын в одном месте А поэтому Может быть что-то из того Да Там есть бесплатный тариф Есть платный тариф И чуваки сразу Подрубили плату Ну блин Это и рекомбинатор Туда чуваки идут Чтобы сделать Свои стартапы Бизнес Поэтому я бы не сильно Надеялся Что Пир Будет именно Знаешь Таким Супертехнарским Проектом Но Последить интересно Так что можете попробовать И второй Проектик Он Он не по разработке Но он от разработчиков Hugging Face Наш любимый У них есть Чаты Которые В вебе Предоставляют доступ К По-моему Десятку Опенсорсных моделей Можно зайти Потыкать их Они выпустили Опенсорсную приложеньку Для маков Для чатов Hugging chat Теперь можно на маке Запускать На маке Через их Облачные ресурсы Эти модельки тыкать Так что Если вам не хватало Какого-то еще нового чата Можете скачать Попробовать Вот И Два сервиса Связанных С графикой Первый Уже сегодня Упоминался HiLua.ai Это плюс еще один сервис Который генерит Видео Генерит он В принципе Неплохо Я бы даже сказал Что у меня есть Такой Бенчмарк Мой личный Достаточно прост Тем не менее Я всем сервисом Этим скармливаю Промпт Сэм Алькман Fight with Scarlet Йоханссон Из всего Что есть Пика Runway Luma Это же два твоих Любимых персонажа Как раз Да Да Сэм Алькман И Scarlet Ладно Не буду шутить Короче Он нарисовал Самый По мне Реалистичный ролик Во-первых У них там есть конфликт Во-вторых Он демономичный Они там не дерутся Он там явно идет Намек драки А в-третьих Там персонажи реально Похожи на Алькмана И на Йоханссон То есть цензура Все еще до не добралась Поэтому советую вам Можете попробовать Там есть бесплатный период Можно генерить И кстати Я заметил Что в Тик Токе Сейчас много видосов С помощью этого Хайло Сгенерировано Потому что у них Ватермарк снизу Мини Макс И Хайло И последний сервис Это Space На Хагингфейсе В котором запущена Штучка под названием How to Draw По факту Это нейроны Которая Она тренирована На то Чтобы по шагам Показывать Как рисовать Какие-нибудь объекты Вы например В нее пишете Там Дельфинчик Или котик И она вам выдает Квадратную картинку В которой выдает Несколько шагов Там от Четырех По-моему До семи Как сначала Как рисовать Там первые линии Потом как вторые И в итоге Как нарисовать Этого дельфинчика То есть Не знаю Если кто-то из вас Учился рисованию Я не учился Но я увидел Что это популярно Прям показывать Как рисовать По шагам Эта сетка Под этом Тренирована Она неконсистентная То есть Бывает что Рисунок номер 2 От рисунка номер 3 Сильно отличается Рисунок номер 2 Например не входит В рисунок номер 3 Но в целом кажется Что для детей Например Чтобы учиться рисовать Это очень приятная вещь Ну и для взрослых тоже Поиграться Поиграться точно можно Приятненько На этом сервисы И ссылочки на сегодня Закончены Давай переходить К этике Конфетики Давай переходить К этике конфетики Короче Начнем мы вот с чего Джеймс Эрл Джонс Это Если что Чувак Который Озвучивал Дарта Вейдера Конечно Особенно не знал что ли По-моему все это знают Ну я вряд ли Все это знаю Я шучу Шучу Такие шутки Как я ведущий Такие шутки Вот Он озвучивал роли По-моему он даже Снимался под костюмом Там в ранних частях Я ничего не путаю Короче он К сожалению Умер в этом году Ой Ничего себе Да Вот Но Перед смертью Он подписал бумажку Что его голос Можно использовать В будущих О частях Звездных войн То есть по сути Подписал Посмертный контракт То есть кто-то ему Рассказал что в Калифорнии Будет вводиться Этот закон Да и он Быстренько Короче подписал Вот Ну Такие дела Короче Причем не просто Использовать Там какие-то Его старые записи Да Именно Создать цифровый клон Его голоса И использовать Генерации В последующих частях Звездных войн Надеюсь Долго Альтману Придется ждать Разрешение Оскарли Тьохансен Тьфу-тьфу-тьфу Тьфу-тьфу-тьфу Ладно Я тебе сейчас напишу Бичку Шутку Я извини Просто когда про Йохансена говорит Мы говорим Я не могу У меня прям на языке Крутится одна штука Ай давай Пиши А я скажу Нашим слушателям Смешно это было Или нет Да уж Ну Это смешно Ребят Но вы мало Чего пропустили Скажу вам честно Там на поверхности Прям А знаешь Как Сейчас я еще Тебе напишу Давай я тебе Тоже напишу Тогда Вот У нее другое имя Теперь по версии Моей жены Да господи Ну только там Не шеет Ну ты понял Короче Витя написал Свой вариант Там тоже Очень все На поверхности Ну а ты тоже Почему-то смешно Это шутка Из разряда палец Покажи Да-да-да-да За 150 Плюс 150 Короче Давай вернемся К Джеймсу Эрлду Джонсону Нет подожди Подожди Это последний Последний Ну просто Ты написал про Сэма Все-таки Это Я немножко Более Актуально Думаю Сейчас смогу тебе написать Вот так вот Наверное Будет лучше Ну тоже вариант Да Ну ты не смеешься Все ладно Поехали дальше Короче Вернемся К Джеймсу Эрлду Джонсону В общем Решение Этого Актера Оно Вызвало споры В киноиндустрии Потому что актеры В том числе Актеры дубляжа Такие типа Ё-моё Так это у нас Теперь работы не будет Да Потому что Вот будут люди Умирать Будут подписывать Такие контракты И как бы Все И можно Долго эксплуатировать Их голоса И не брать новых людей На озвучку Ну во-первых Голосов сколько надо Надо много голосов Правильно Ну да Но людей Там много умирает Во-вторых Я думаю Появится Когда законодательство Как-то Пока же Все еще Нету Авторского права На голос Сложно доказать Что этот голос Вот именно твой В голосе Вроде как Нету Прям В чисто В голосе Без речи Нету Отпечатки Человека Мне кажется То есть Я к тому Что возможно Просто будут делать Синтетические голоса Типа того Как он Ящиц в 12 моде Делает И там С минимальным Отличием Будут использовать Не такая уж Большая проблема Не знаю Ну Посмотрим Конечно Мне кажется Что этот парень Сделал Парень Мужчина Замечательный Сделал Этот мух Потому что Ему самому Хотелось В истории остаться Поскольку Ну Это сейчас Не шутка И не подкол Но давай по-честному Неужели Голос Дарта Вейдера Сложно сымитировать К тому же Что там Так Уже много Обработок Всяких Казалось Ну Вообще Кажется Будто Не так уж Сложно Просто Возьмите Другого Актера Наденьте На него Маску Для дыхания Пожалуйста Интонации Да Ну В целом А как ты Вообще Я не знаю Как бы Хотелось Либо тебе Чтобы После смерти Твой голос Вообще Не использовали Кажется Кому это может понадобиться Хотя Слушай Ну может понадобиться Может Например Для судебных Разбирательств Если человек умер А кто-то не знает О том что он умер Мошенники Не знаю Взяли его волос И пошли Налево и направо В банках там Разводить всех Либо знакомых Разводить Которые Не знают Про смерть Как этих мошенников Ну этих мошенников Ты все равно привлечешь Как бы Они есть мошенники Не надо быть Навряд ли Будут привлекать За то что И правомерно Голос использовали Не знаю Ну Смотри Наверное Было бы Справедливо Да Я не знаю Как там Получилось С Эрлом Джонсом Но было бы Наверное Справедливо Что авторские Какие-то отчисления Получала бы Его семья Я не знаю Есть там такое Или нет Это нормально Нормально Вот Потому что Блин Я вот Из текста Не понял Принадлежит ли Теперь его голос Вообще навсегда Диснею Надеюсь Что нет Вот Но если так То это вообще Жесть Вот мне бы Так бы Не хотелось Да Чтобы мой голос Забрали И кто-то бы Его навсегда Использовал И все Прикинь Они будут Отдельно Продавать Права Например На создание Фильмов Во вселенной Во вселенной Звездных войн Но Тебе еще нужно будет Отдельным пакетом Купить Голоса Из этой вселенной Типа вот так То есть ты сначала Скачиваешь фильм Там нет голосов Там просто музыка Ну слушай Персонажи же продают Продают Словно там Сони продает Продавала в свое время Этому Марвелу Человека-паука Человека-паука Даже не на вселенную А именно на Конкретного персонажа Забавно Забавно Но это ладно Это мы уже Из пальцев высасываем Там еще Прикольно Что Оказывается Тут На сценарии Есть заметка Я не знал об этом Что идет судебный процесс Против локасфильм Подали Из-за того Что они взяли И Воссоздали Визгой-1 Или как я его называю Изгой-1 Воссоздали образ Питера Кушинга Питер Кушинг Это актер Который играл роль Как там чувака Звали Таркин Короче Один из имперцев В общем Он умер И они взяли его И Без разрешения Воссоздали В Вот в этом фильме И И что Они же не актера создали Они создали его образ Не его образ Но Они создали персонажа Из фильма Которого играл актер Мне кажется Здесь проблем Никаких Ну вот против этого Как раз закон Штата Калифорнии Чтобы после смерти Тебя не изюзали Вот так вот Ну Калифорния Странный штат Короче Там странный закон Как В принципе Кто бы говорил В Европе живем У нас тут Лама 3.2 До сих пор Недоступна нормально Ну да И много еще чего Ладно Давай дальше Двигаться Давай дальше Значит Очередное письмо От ученых Вышло Ну не письмо А Заявление О том Что Иая грозит Катастрофическими Последствиями И надо Как бы следить За тем Что творится Если мы не хотим Чтобы человечество Кануло в лету Кстати Кто не знает Лето это река такая Не думал Это актер Аид плывет Да Не Аид Кто там перевозит Ну кстати Да Лето В общем Фишка в том Что Группа ученых Искусственно-интеллектуальных Предупредила О необходимости Создавать глобальную систему Назор для предотвращения рисков Опять ученые Бьют тревогу Мол Ай-яй-яй Ай-яй Все страшно Ай-яй может выйти Из-под контроля То есть Не про безработицу Речь Когда там Кто-то объективно Что-то говорит Они обычно на безработицу Давят А тут опять прям Уроза человечеству Вот все по-ютковскому Чуть ли не побить Это центр ракетами Ребята предложили создать Много-много новых органов Которые будут контролировать Развитие Ай-яй Ну в общем То, что мы в Европе и видим Угу И Заявили, что То, что происходит В США и в Китае Две самых крупных страны Которые сейчас Ай-яй Борются друг с другом Гонки устраивают Что их Конкуренция Это очень сильно Непродуктивно Их конкуренцию Нужно убрать Потому что Это прийти Идея создания Безопасного яя Читая гонка вооружений Все бы ничего Но ученые там Действительно имениты Вот Значит, там Присутствуют доктора Причем доктора Из Берклия Например, вот Стюарт Рассел Это один из Почтенных гражданинов Британии Большой специалист Там присутствует Яо Эндрю Это чувак Которого вообще Две Две степени ученых Одна из МИТа Вторая Из Берклия По-моему Или из Стэнфорда Что-то такое В общем Ну, чувак Уже преклонных лет Почти 80 лет ему Есть там Люди помоложе Есть, например Чел 60-летний Которого вообще считают Одним из отцов И я Бенжо Йошуа Его Джеффри Хинтон Это учитель Суцкевера И Яна Ликуна Считают крестными отцами Искусственного интеллекта В общем Таких вот Прям мощных ребят Там много И почему-то Вот они собрались И решили Снова забугуртить Я Не понял Что они Ну вот Почему они Эту панику нагнетают Во-первых Потому что Навряд ли Кто-то на них Внимание обратит Как мне кажется Ну, какими бы Учеными не были Но Работа идет Караван Движется, да Ничего себе Ты Собаками их назвал Ну, допустим Не, я их никак не назвал Ну Я забыл Что там собаки были Ну, да Ну, короче Короче А во-вторых Как думаешь Какие они могут Преследовать цели То есть Неужели они Преследуют цели Того Чтобы действительно К ним кто-то прислушался И что-то в мире поменялось Причем Джеффри Хинтон Он давно уже Это наставник Иисус Кевера Он давно Таких взглядов Придерживается Но Джеффри Хинтон Уже достаточно В возрасте чувак Ему там тоже Под 80-76 лет Угу Когда в это Впрягаются ребята Там 50-60 лет Мне не совсем Понятна их мотивация Хотя я их понимаю Но я также понимаю Что то, что они там Публично что-то выразили Скорее всего Мало будет эффекта влиять То есть ты говоришь Что это просто Старик кричит на облако Да? Ну, я бы сказал Что это старик кричит на облако Но там не только старики Угу Чего мне кажется Вообще невозможно Просто сделать Ни в каком виде Потому что попробуй Один общий Для Китая И США Сделай какой-то Регулирующий орган Который реально Еще и работать будет При этом Ну, такое себе Удачи У нас в ООН Не работает Дело в том Что эта группа ребят Они же международные ребята Там из Британии Из США Есть из Китая Есть люди, которые живут в Китае И они все вместе объединились Мне кажется, что Проблемка чуть более серьезная Если раньше Там Ядковский кричал Что надо дата-центры бомбить Потому что они сами по себе зло Технодумеры в целом Знаешь Там поставили во главе Проблему того Что вот ИА сейчас появится И будет всех нас уничтожить То эти ребята Обращают внимание На проблему чуть другого характера Проблему того, что Злой ИА появится Потому что это противостояние Двух сверхдержав США и Китай Типа они сейчас гоняются Вооружением По факту Стараются делать ИА Круче, чем друг у друга Закрывать технологии И по факту В лабораториях Изобретают новые виды оружия ИА-иного И мне кажется Что они с этой точки зрения Побаиваются Что если бы был Единый контролирующий орган Единая экосистема То могли бы делать Условно говоря Мирный ИА Мирный Атом Но когда это Гонка вооружений О, ё-моё, Лёша Ну это невозможно Можно очень много Об этом рассуждать Можно очень много К этому призывать Но это же нереально И даже если у тебя Не будет гонки Условные Между США и Китаем У тебя тогда будет Гонка Между Антропиком И OpenAI Например Пожалуйста Ну в Антропик Можно поставить Единый надзорный орган В виде пола Накасона Ну да Отличная идея И всё И как бы нет Гонки Ну гонка есть Но гонка Под присмотром В идеале Вон как Альтман Запретил всем Инвестировать Кроме в себя Как И пожалуйста И вот один OpenAI существует Что-то там делает Под честное слово Что они все делают Очень безопасно И пожалуйста Слушай А ведь наверняка Во время Второй мировой Были какие-то Сговоры Между учеными Из той же Нацистской Германии И там Другой стороны С целями того Чтобы они там Какие-то знания Оставляли Внутри научного сообщества Для того Чтобы их не использовали В целях военных Слушай Я когда-то читал историю Я не знаю Насколько она имеет Место быть Что якобы Ученые сговорились так Чтобы не Условно говоря Не выдать Гитлеру То что графен Может замедлять Вот Деление атома И что якобы Для этого нужно Использовать не графен А что-то более тяжелое У тебя что-то тоже похоже В добыче Но я не знаю Правда это или нет Что тем самым Они замедлили Немецкую ядерную программу И я к тому Что может быть Вот прям Вот это заявление Преследует те же цели Может быть Эти ребята Они же встретились В Венеции По факту По-моему Венеция И публично Они типа Показали Всему миру Ну Когда такие фигуры встречаются По-любому Это в нашем мире Пресс растянет Вот публично Они просто заявили Всем Что вот они там Посидели Поговорили о том Что опасно 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 Ай-яй-яй Просто собрались Побугуртить А на самом деле Может быть Они там Просто обмениваются Опытом каким-то И потом Разъезжаются По своим странам И этот опыт Применяют Для того Чтобы нивелировать Давление В двух чайниках Ну Может быть Ну В противном случае Какой смысл Крутым ученым Из Китая Крутым ученым Из Америки Из Британии Собираться На нейтральной территории Причем Под общей едой Какой-то Иногда Леш Делаются Просто заявления Ради заявлений К сожалению Думаешь К сожалению Да Ну посмотрим Надо будет По-хорошему Надо было бы Последить Что с этими ребятами Особенно с китайскими Чуваками Станет Вот в ближайшие месяцы Условно Ну Их могут посадить Например Либо Наоборот Они там могут Присоединиться К какой-нибудь Суперкрутой компании Было бы интересно Последить Давай мы поговорим Про студентов Давай поговорим Про студентов Студентов Практически Дети шпионов Дети шпионы Так сказать Короче Чуваки Я не очень понял Какого фига Здесь метра и бан Метра и бан Метра и бан Про который мы сегодня И говорили Вот замечательные Новые Augment reality Очки Вот чуваки Для них сделали Приложение Правда на телефоне Не на метра и бане Они просто сказали Что вот это Идеально Можно будет использовать На метра и банах Короче Приложение какое Ты наводишь Камера И на человека А тебе Вываливаются Его персональные данные Это имя Сети Номер телефона И так далее И все это сделано Естественно С помощью Яи То есть Распознавание лица Поиск информации По открытым базам И так далее Да Там ребята Выкатили Прямо Целый Дог Файл Мы его Прикрепим Можете Посмотреть В нем Прямо Написано Какие Технологии Сайта Они Использовали Про Пайплайн Написано Давайте Быстренько Пробегусь Они Использовали Собственно Сами очки Метра и бан Они Использовали Специальную Библиотеку Для распознавания Лиц Это уже Приложенька Этим Занималась Они Использовали ЛМ Для Того Чтобы Данные Преобразовать В текст Дальше Они Использовали Несколько Сайтов Которым Они Просто Прогоняли Эти данные Полученные Распознаванием И получали Данные О людях И Social security Number Тоже Не получали То есть В итоге Ты смотришь На человека И буквально За несколько Секунд Если Демки Посмотреть В ютубе Там Буквально Несколько Секунд Хватало Чтобы Тебе Ассистент В ухо Проговорил Чем Этот человек Занимается И кто Он Такой Почему Ты спрашиваешь Почему Сюда Притащили За уши Метра Ибан Понятно Почему Потому что Скрести Это с этими Очками У тебя Вообще Получится Ну Супер Распознавалка Всего Ну Не супер Смотри Я кстати Не знаю Как по законодательству 100% В некоторых странах Рейбана Запрещены Эти Можете Посмотреть В какой-нибудь Австралии Ой Не в Австралии В какой-нибудь Австрии Где в принципе Там даже В машинах Запрещены Камеры Для записи Обычные Детекторы Как они называются Регистраторы Регистраторы Да Если они не с завода Они запрещены То есть Надо смотреть Нет устройства Другого Которое Было бы Легализовано И которое Можно было бы Использовать Для таких целей Смотри Ты можешь Использовать Для этих целей Например Каким-нибудь Скрытая Камеры В ручках Ну в ручках Там В пуговицах Но все эти камеры Относятся К шпионским устройствам Они скорее всего Будут запрещены В вашей стране Да дело Не в шпионскости Устройства Подожди Либо Не в удобстве Не в удобстве Дело именно в том Что очки Трейбан Это единственное Устройство На котором Можно это сделать Окей А вот это Вот замечательная Срань Под названием Яйпин Так Там тоже Камера есть В Яйпин Камера есть Навряд ли Она записывает Окружающее пространство Не думаю Она Когда ты Прикладываешь Пальцами Она записывает Ну так Ты явно Показываю Что ты записываешь Да Ну да На Рейбане Диод загорается Когда ты записываешь Ты его можешь Зарисовать Если ты его Зарисовал Они перестают Леша работать Ты в курсе Окей Окей Ну в целом Люди Смотри Ладно Окей Есть несколько устройств Но если взять Широкий спектр устройств Чем ты еще можешь С хорошими камерами Людей записывать Телефоном можешь Можешь Профессиональной камерой Ну извини меня Если ты на человека Вот так телефон наставишь Или камеру наставишь То этот человек Тебе либо вмажет Либо скажет Ты что офигел Не записывай меня Ну либо никак не отреагирует Ну я же говорю Дело в удобстве просто Потому что Это не удобство Это Use case Use case Реального использования Только с очками Ну да Ну может быть с EIP Еще окей Но EIP Вызовет вопросы Тебя просто тупо спросят Что это у тебя за фигня висит Очки с диодиком Не вызовут вопросов Большинства Люди даже не задумываются Что там диодик Они может подумают Лампочка и лампочка Там камера Тихо не видно Понимаешь Угу То есть это единственный Реальный девайс Который ты можешь Надеть И подойдя к человеку Не вызывая дополнительных вопросов Провести весь этот пейплайн Человек даже не поймет Что его просканировали Со всеми другими устройствами У человека будут подозрения Он сможет понять С очками от Ray-Ban Он не поймет Ну я же говорю Дело в удобстве Это неудобство Еще раз Удобство Это если бы я надел Например свой шлем VR-ный Он же тоже так может сделать И пошел бы с ним по улице Вот как раз С VR-шлемом это неудобно И с телефоном это неудобно С VR-шлемом это неудобно И нереально Мне сразу Человеку, которому я подойду Он подумает Что я какой-то дурачок И увидит миллион камер Ну да С свои банами Он не увидит камер Я могу тайком тебя сфоткать Можешь, да То есть Окей Это и про удобство Но это еще и про юзкейс С другими девайсами Ты это не провернешь С среднестатистическим человеком Он заметил, что ты его снимаешь Поэтому Когда там Некоторые люди пишут Что вот Притянули мету за уши Ну как бы Да С одной стороны А с другой стороны Ну Ну нет Ну Есть за что притянуть С третьей стороны Если вдруг Начну за такие юзкейсы Судить мету То тоже странно Нет Нет За что За что Они сделали молоток Потому что этим молотком Людей убивают Модли они и сделали Они диод добавили Как бы И пожалуйста Ну да Сам кейс того Что это работает Так быстро Меня удивил Там буквально Доли секунд хватает Чтобы про человека Базовую информацию Выдало Они подходят К незнакомым людям На улице Просто пока они До него доходят За сколько там За 10 метров Они уже знают Что он там Профессор В каком-то университете Они просто подходят К этому человеку И говорят Ой, профессор такой-то Я ваш студент Из Гарварда Чел слышал Что его по имени Назвали По профессору Тот университет Который надо И он все Никогда не пользовался Вот этими Скажем так Телеграм-ботами Которыми мы не рекомендуем Конечно пользовался Для поиска людей Да, пользовался Да, пользовался Все очень быстро работает Я офигел от того Как он фотки качественно ищет Да И очень быстро Да Но это закрытая система А эти же ребята Вообще по открытым данным ищут Ну да И это просто шок И для социальной инженерии Это просто Просто дичайший кейс Когда тебе Короче, я сейчас буду напрягаться Когда ко мне будут подходить Незнакомые люди в очках Знаешь, к чему это приведет? К тому, что ты у себя В профиле На фейсбуке Будешь ставить галочку Не распознавать меня на улице И все очки мета Они уже сразу будут знать Что тебя Они тебя будут распознавать Но выдавать тебе информацию не будут Да, будут распознавать тебя в два раза лучше Забавно, что эти студенты Не забавно, а хорошо Что эти студенты В докфайле Прям выложили отдельным пунктом Как удалить информацию о себе Из этих сайтов На которых они использовали И там Прямо у этих сайтов Есть отдельные Функции По удалению информации От тебя Что логично Ну да Или есть ссылки на эти сайты На большинстве даже Полулегальных баз Есть такой функционал Кстати Ну офигеть Офигеть Офигеть, Вить Да Да Ну это как Как в фантастике Это как Да Это как этот Как очки у Человека-паука Любой Фильм про дополненную реальность Там есть кадры Где распознается Вот так вот человек Ну когда его имя выскакивает Да Там фамилия Какой-то Смотри Ты берешь Open AI Их О1 Берешь с собой Какой-нибудь Рюкзак В котором лежит дрон Либо в руку берешь дрона Который умеет стрелять Такие есть Ну ладно даже Ладно стрелять Просто берешь дрона в руку Который прошивается Как-нибудь в очках Распознаешь Какого-нибудь чувака Который тебе не нравится Голосовому ассистенту Говоришь через Open AI Быстро написать прошивку Которая будет следить За этим чуваком И буллить его Там не знаю Атаковать Запускаешь этого дрона И все У тебя буллинг машина Готова за 2 секунды Зачем Зачем так сложно Ты просто Дрону Скармливаешь фотографию И просто выкидываешь его В окно И все Для того чтобы Скормить дрона фотографию Тебе нужно Найти эту фотографию Сесть за комп Скормить А так ты прямо В очках Через приложение Просто увидев жертву Если у тебя фотографии нету Либо ты вот Прямо сейчас разозлился Ты просто увидел жертву И сказал голосовому ассистенту Вот эту фотку Отправляй его один Пусть он загружает Софт на дрон И пусть этот дрон летит Зачем Просто моргнуть Надо одним глазом Подмигнуть Ну либо так На чувака Либо так Вот так Делать пистолетик Типа пальцы Вообще трындец Да Вот к тому и придем скоро К тому скоро и придем Ну мне нравится Что студенты Такие кейсы показывают Помнишь мы в прошлый раз Обсуждали кейс Как раз про дронов этих Которые бурят людей Которые атакуют Там же тоже студенты По факту Просто взяли технологию И это использовали И получилась такая Очень неприятная штука Интересные кейсы всплывают Ну А там блин Про роботов Не могу В этой конвене вспомнить Была новость Которую мы не включили Маленькая Но тем не менее Там роботам приделали Вместо Вот Бостон Динамик Собаки Угу Но у них на концах лап Не просто Блин Конец лапы железный А на концах лап Такие три колесика Одно сзади И два спереди Эти колесики могут сгибаться Соответственно Он по ровной дороге Ездит на трех колесиках Когда видит лестницу У него эти колесики Манипуляторами выступают Он за лестницу хватается И может подниматься По лестницам отвесным Угу И под шесть Типа теперь Вы не спрячьтесь На чердаке Я такой думаю Блин Ну это же жесть Ну реально А где теперь прятаться От всего этого Все Ну возможно Маск таки до Марса У нас скоро довезет Ай да Ладно На этом сегодня все Было много новостей Было много песен Много воды Все как вы любите Угу Лучших традиций Лучших традиций Я и подкаста И вообще Записи подкастингов А на этом Ребята У нас на сегодня Действительно все Берегите себя И своих близких Хотя бы на эти Коротенькие 14 дней Вот И с вами были Витя и Леша Я и подкаст Проходите по ссылкам В описании Подписывайтесь на нас Ставьте лайк Пишите комментарии Заходите в наш чат Покупайте курсы От Инжекс Проходите в наш чат А на этом у нас прям Совсем-совсем все Я тяну время Чтоб Женя Гантаев Подготовился И как у нас говорится Лайк, шер Энивер Что Энивер Не было ничего Ты в чат не смотрел Блин Я не в тот чат Смотрю последние полчаса Жень Сорян Надо еще раз И как у нас Разговорится Лайк, шер Энивер Энивер По-моему По-моему Идеально Идеально? Мне кажется Посмотрим на записи Спасибо большое Все Всем пока-пока Ребят Пока-пока Мы живем в коллектив Субтитры Редактор субтитров Субтитры Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...